коллеги всем добрый день рада вас приветствовать у нас сегодня 24 декабря 2023 год 1507 московское время я нахожусь в россии меня зовут светлана ленина веслобокова я родилась 12 января 1972 года город брянск русская в россии и сегодня дорогие мои коллеги мои прежде всего подписчики в социальных сетях конечно же заказчики в клубе интеллектуальных миллиардеров которые нам помогают иметь обратную связь и нас соединяют я бы сказала с колоссальными интеллектуальными сообществами в мире которые сегодня понимают что никакого кризиса нет есть некая деструкция которая устраивает хаос и бардак я бы сказала беспредел и необходимо вот решить данный вопрос на этой платформе колоссальный я бы сказала на мирных законодательных публичных инструментов привести все в порядок и поэтому дорогие друзья я счастлива что вы сегодня с моей команды светлана ленина веслобоковой если нас будут гасить убирать очень интернет мы будем идти с опозданием я очень прошу всех дорогие друзья вот сейчас написать конечно мы делаем видео в записи но я все равно попрошу вас всех сейчас прямо напишите хорошо ли меня слышно хорошо ли видно чтобы я просто понимала все вижу и сейчас дорогие друзья я хочу сказать следующее очень важное я буквально несколько секунд уважаемые коллеги я открою тематику и вопросы которые мы ставили которым я готовилась сегодня чтобы ответить и конечно хочу сказать дорогие мои очень важную вещь которую многие к сожалению политики которые понимают что такое политика у нас а это медаль две стороны всегда вам не скажут сегодня стоит очень важная задача среди семей и родов которые не готовы больше прятаться за какими-то юридическими аббревиатурами и которые хотят сказать свое слово под своими фамилиями именами своими древними я сказала бы происхождением а именно как будет выстроена следующая система управления народами на разных территориях и конечно здесь вопрос национальности ключевой вы помните что комитет 300 я давала вам видео многие может быть не видели заявил очень четко что те народы лидеры которых народы поведут себя недостойно ближайшее время и усилит глобальный хаос с помощью климатических атомных водородов и других технологий в том числе биологических и будут выявлены что они ухудшили состояние на планете земля эти национальные лидеры вместе со своими народами уйдут куда туда где место то есть как не умеющий вести себя в человеческой цивилизации вопрос очень серьезный понимаете и сегодня мы с вами рассмотрим дорогие друзья почему почему русский народ русская цивилизация самая древняя почему она выбрана ее территория для ликвидации я бы сказала той деструкции которая сегодня привела мир глобальной катастрофе и почему русский народ является божественным они еврейский народ и кто этот русский народ что это такое лично я хочу сразу договориться понятия для меня русский многонациональный народ это народ который определяется по качеству качество это жить по законам совести своей собственной семье и в своем роду по законам совести понимать что такое справедливость через собственные семьи а именно в семье и в родах которых мы будем говорить но самым главным вопросом что такое русская цивилизация хотя слова цивилизация я еще раз хочу сказать как нация цивилизация нация присутствует только в юридической аббревиатуре то есть там где подписывать документы там где свой и чужой поэтому нужно понимать что юридическое поле юридическое море это там где разные нации разные и народные где есть свои группы есть чужие группы и вот сегодня хаос в головах у людей люди не могут определиться кто свой то чужой и поэтому говоря о нациях вы сегодня лондон является союзом нации а 1 декабря 2023 года наша команда сна навеславок и пользуясь своими родословными и всеми народами россии создали союз народов почему союз народов россии и объясню дело в том что нации это юридических аббревиатурах там где подписывает документы там где есть свой и чужой а когда мы говорим народы это свой и одинаковые принципы культуры традиций и я бы сказала правила правила жизнедеятельности то есть принципы и правила у своих одинаковы а это законы совести то есть мы говорим о том союз народов россии команда сатланами слабокова 1 декабря 2023 мы создали на второй уже глобальной конференции для русскоязычных лидеров из родов и семей разных национальностей хочу сказать почему то есть мы руководствуемся одними принципами и правилами жить по совести идеология правды экономика природная и соответственно как вы понимаете регулируется жизнедеятельность теми нормами правилами которыми руководствовались наши прежде всего конечно же роды и предки внутри своих собственных систем естественных родов государств очень просто поэтому сегодня в юридической системе международного права которое строилось 400 лет хаос бардак колхоз беспредел невыполнение обязательств хотя не подписывают документы обманывают друг друга и мы говорим о родах государства своих где принципы естественного права которые выше где когда-то давали слова купцы не надо было ничего подписывать сказал сделал соврал смерть и мы видим очень сильное расслоение мы видим сегодня международном праве в европе в сша за ложь обман даже если дают клятву сша на библии если есть лжедоносчики уже свидетельские показания не заведомо ложные сфабрикованные обвинения за это дает электрический стол либо смерть пожизненный срок в россии мы видим у нас огромное количество людей которые врут обманывают фабрикуют финансовой системе и ничего мы видим сословие где депутат убивает человека ему условно год и видимо отца который защищает ребенка от педофила прямо на лестнице вот преступление когда совершала против ребенка ему дают 15 лет строгого режима мы видим что несмотря на то что конституция гарантирует что-то но тем не менее идеология сегодня в россии официальная это ложь которая подкрепляется конституции где любая идеология в других странах в конституциях нет такой идеологии поэтому сегодня мощно видим союз народов россии что такое государство которое создано теле русского народа потому что через народы управляют нациями сначала идут народы они создаются через лидеров родов и государств сильных дальше идут нации юридическая бравиатура где свой чужой нужно четко идентифицировать соответственно здесь все живут по одинаковым правилам здесь по сословиям и разделению идет очень мощно здесь во второй системе юридической где нации разные законы для разных сословий разные религии разные конфессии разная система финансовые разные паспорта и так далее ну и низ идет система вы понимаете это уже криминал это идет более низкий сортинг но тем не менее это тоже имеет место быть поэтому вот здесь семья муж жена полноценная природная система развития здесь соответственно вор в законе не имеет права иметь семью я утрированно показала вам три системы а я бы еще поделила помните вам графики проводила такие интересные как рез вверх-низ вот эти графики да я бы еще поставила и вот так то есть вот если в середине вспоминайте прекрасную моцарта волшебные флейты людины с левой стороны царство зла справа у нас царство света вот так бы наверно поставила и сегодня безусловно просматривается я хочу сказать на территории россии колоссальная вот эта вот российская федерация который является нам внушает что это государство искусственные безусловно где искусственные сословия люди вообще не в курсе что это искусственные сословия есть что их записали в искусственные сословия где финансовая система для одних для других совершенно разные вещи и соответственно государство которое находится на теле русского народа народа который формировала нацию она сегодня пришло в упадок это хаос бардак полный она умирает и какое государство родится вот новое на теле русского народа союза они для меня русский народ этот народ над многонациональный имеющий общее прошлое великое прошлое а почему для меня многонациональный русский народ потому что я отталкиваюсь от системы ивана грозного и прежде всего той же царской империи потому что огромное количество народов чтобы защищали система защиты это мужская энергия то есть я хочу как мужчина царь чтобы защищали грузин которые приползли на карачках батюшка спаси нас вырежет всех они вошли чем входили народы непосредственно в царскую империю и иван грозный своими землями и только инородцы пришли сюда это иудеи с идеологи которые сегодня превалируют уже больше ста лет в россии после госпереворота в семнадцатом году который был активно подготовлен то что сегодня не готовят и соответственно вот они вошли сюда только идеологии респруденции меняя ситуацию убрав естественное право когда все жили по одним языком законам и всех одинаково судили но были разные системы финансового права я имею ввиду одни богаче другие беднее но судили всех отношение было одинаковое по сути дела дела и суды присяжных были для всех они судили как крестьян так и посмотрите систему права так и богатых людей и отношение было одинаково город родители родословные условия и так далее то что сегодня отсутствует россии и у нас вместо судов людских человеческих у нас суды где люди в мантиях черных и поэтому у нас сегодня в россии продуцируется связи что ленин находится на у нас мертвый человек культ смерти подменен соответственно и продуцируется в россии идеология сатанизма под видом рпц православия якобы то есть произошла колоссальная подмена за эти сто лет особенно с 91 года но который принесла еще колоссальную финансовую систему колоссальные двойные и тройные бухгалтерии уже на уровне не чичиковых и поэтому сегодня я не слабоко буду апеллировать терминами как культурными так финансовыми так и менеджмента так я бы сказала историческими и конечно же философскими понятиями потому что без этого никуда дорогие друзья поэтому я еще раз хочу сказать это готовы со мной спорить дискутировать я буду крайне признательны но в любом случае я хотел бы видеть равных людей имеющих точно такое же образование людей прочитавших изучивших материалы и если вы готовы профессиональный дискуссия хочу напомнить сейчас я буду говорить языком который понимают все великий могучий русский язык языком образов и так далее не ссылаясь на какие трактаты потому что это будет занимать огромное количество времени но когда врач рассказывает больному о том что чем он заболел рассказать да у вас болит же живот у вас аппендикс нужно делать операцию и так далее но если соответственно врач начинает говорить другим профессионалам этой хирурги как проводить операцию и соответственно равноценная позиция специализации то нечем говорит латыни и простые люди которые не учились латыни не знают поэтому я хочу сказать что я не готова дискуссировать с людьми которые не имеют такое образование как у меня я готова дискуссировать только с равными и перейти на тот язык Соответственно, ссылаясь на источники, первоисточники, которые четко подтверждены, что они архи из национальных библиотек, которые сохранились, а не те, которые новоделы, хорошо обученные люди нарисовали, положили в советские архивы. И огромное количество наших советских историков не имели возможности, как моя семья, как я, даже после 1991 года, выезжать за границу, находиться в чужих, ни родных, ни страновых библиотеках, архивах, изучать эти материалы, исследовать их, фиксировать в рамках своей семьи, своего рода, потому что это было интересно, и делать такие выводы. Поэтому, если кто-то со мной захочет дискуссировать, вы должны быть готовы к тому, что я буду ссылаться на очень серьезные источники библиотек и архивов, и, соответственно, подтверждать их временные рамки. То есть, если я говорю, что это 18 век, это минус 200 лет назад, то есть это будет с технической экспертизой. Поэтому, если такие дискуссанты готовы, я буду счастлива. Если нет, то прошу не отнимать мое время, и поэтому сегодня я буду делать очень четкие, короткие выводы, которые вы можете оспаривать. Итак, я хочу сказать, что сегодня нужно четко понимать, почему Российская Федерация, вот это, я бы сказала, итоговое, я бы сказала, гнойник, который появился на теле нашего народа, он сейчас скрывается, вытекает, и вот этот гной сейчас аннулируется, и что дальше? Дальше рана должна зажить, и тело должно жить, и не остаться рубца. Вот, понимаете, вот так вот выглядит сегодня Россия. И вот этот гнойник, это как раз-таки вот эта вечеринка, которую провела Собчак, и как представитель, она же ведь дочь, непосредственно Нарусовой, как вы понимаете, а Нарусова, это член Совета Федерации, это не просто какая-то тетя с улицы, и вот эта тетя родила вот такую дочь, а таосинки не рождаются пересинки, запомните. Какая мать, такая и дочь, других вариантов нет. Поэтому там не надо было ждать, что родятся какие-то гении. И не забывайте, что Собчак женился второй раз, то есть его развели, вот он женился второй раз. А как он стал Собчаком? Кто-то помнит, кто его первая супруга, кто его дети от первого брака. Это очень достойная семья, никто на это не знает? Нет. А ведь Собчак состоялся не с Нарусовой, это Нарусова стало известно благодаря Собчаку, а жена его первая неизвестна. Это порядочная женщина, прекрасная семья, о них не слышно, не видно. Посмотрите. Поэтому еще раз хочу сказать, что вот эта система социальных ламехоса, о которой говорил Михельсон, посмотрите, я делала ролик отдельно, она срабатывает в Советском Союзе и в России. Когда в Советском Союзе, вы помните, я показывала прекрасные, смешные ролики, и у нас будет, уважаемые коллеги, потрясающая вторая часть, домострой, домстрой, вы не представляете. Открытые 50 лет лежали в архивах, особенно с 1978 года, уникальные, потрясающие фильмы. И все это классика в комедиях. И я буду делать вам домострой. Вы просили меня рассказать, что такое пуганный мужик, пуганный мужик с ватами. Вы просили мне рассказать, чем заниматься должна хозяйка. Это очень перекликается у меня с Виталием Сундаковым, но только это будет женскими словами. Вы просили рассказать, что такое семейные суды, как раз таки, которые являются базой естественного права. Поэтому вы все это увидите буквально уже в январе, кто будет являться нашими, я бы сказала, слушателями по абонементам. Потому что рассказывать людям, которые до конца не смотрели структуру семьи, это очень сложно. У нас будет огромное количество троллей, которые нам будут мешать, а у нас очень мало времени, нужно иметь обратную связь. И также у меня хорошая новость, потому что наш лектор, который сегодня закончил четвертую лекцию ответа вопроса, что такое Российская Федерация, Михаил Варич Пименов, он останется. Он вас не бросит, друзья. Он будет продолжать курс, как взаимодействовать с Российской Федерацией, каждое воскресенье в 13 часов с нашими слушателями по абонементам. Кто начинает работать в этой тематике, которую мы рекомендовали, может быть, еще дополнительные какие-то материалы, пишите на диалог Светлана Собака, мейл, присылайте. И он будет готовить материалы, мы будем вместе смотреть и предлагать ту стратегию, которая выбрана достаточно большим количеством, я бы сказала, умнейших мужчин, как Россия, Украина, Белоруссия. Вот я, Светлана Веслобокова, выйду в тот формат статуса дееспособной семьи и рода и буду вести домострой дальше, потому что тот должен идти вперед и предлагать глобальную концепцию развития России в современных условиях, решить вопросы на мирных законодательных инструментах через создание модели новой мира. И поэтому пока команда наша одна. И 12 января 2024 года мы эту программу представим, она уже будет письменная, она была озвучена мной в декабре 2022 года, поэтому мы идем вперед, команда Светлана Веслобоковой, русская из России, которая предлагает новую модель мира, новую систему естественного права, восстановить то, что было, потому что прошлое – это хорошо забытое старое. И руководствуясь системой польской пьесы, я хочу сказать, социалистам легко стать. То есть в Польше пьеса, польская пьеса, вы ее в домострой услышите, дорогие друзья, это 19 век, где молодой человек по весу говорит, не желающий служить, он говорит, да, социалистам быть хорошо, я им буду, потому что единственное, что маленькая будет давать 20 копеек на еду, а так можно жить, ходить, встречаться с разными женщинами, и самое главное, не надо учиться, не надо иметь знаний, я буду социалистом. Это прекрасная профессия, вы не смотрите, как живет общество, давайте смотреть. И вот здесь как раз-таки были газеты, что читаете газеты, 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 информационное поле. Когда ставились сложные цели, огромное количество людей отрывалось общественной информацией от семьи и от рода. Прекрасная польская пьеса, мы ее разберем, потрясающие советские актеры, вы не представляете. И поэтому, дорогие друзья, я хочу сказать, что сегодняшнему моему спичу такому, антиполитика, два раздаточных материала. Я вас очень прошу их обязательно получить. Это, посмотрите, пожалуйста, великолепный фильм, мои непосредственно координаторы, я вас очень прошу сбросить ссылочку, где играет Воланда уникальный Валентин Гафт, потрясающий, совершенно недавно великолепный режиссер, с 1994 года был снят фильм «Мастер и Маргарита», его фамилия Кара, посмотрите, пожалуйста. И Валентин Гафт играет Воланда, это совершенно другой Воланда, не того, какого мы видели совершенно недавно, и также великолепные, потрясающие актеры. Посмотрите пьесу у пруда, прошу прощения, монолог у пруда, посмотрите. То есть я очень хочу, чтобы вы на Патриарших посмотрите, потому что там немножко совершенно другое раскрыт Воланд. Вот тот Воланд, который на самом деле существует, и тот Воланд, который и сказал о том, что как можно переписать Библию, как здорово. Конечно же, мы перепишем. То есть посмотрите вот эти акценты и посмотрите даже произведения великолепных русских писателей. Вы знаете о том, что огромное количество произведений великолепных русских писателей? Тютчева, Тургенева, Гоголя, Пушкина, Лермонтова. Многие из них являются до сих пор неизвестными русскому народу, но они известны за рубежом. А некоторые являются до сих пор, я бы сказала, закрыты, гриф секретно. А что ж там такого секретного? Давайте я вам отвечу на этот вопрос, за что великолепного нашего Тургенева, который в Оксфорде преподавал, генерал МВД, МВДшники, открывайте, смотрите, царская империя, чуть не посадили в тюрьму своего же за то, что написал статью в поддержку Гоголя. А что сделал Гоголь? А Гоголь написал «Мертвые души», вторая книга пропала. А пропала ли она? Мертвые души, мертвые души, Гоголь, вспомните, Чичиков. А самое-то интересное, Толстой, его жена так хотела денег, бабла, что он отдал ей деньги за книги, которые он издал. Помните, война и мир, мир, Рим. Он отдал ей деньги. А за что его отлучили от церкви? За что? Он взял и переписал земли, как дворянин, на общины. Ему сказали «сумасшедший», сумасшедший, но так был он очень признан, и он был дворянином, и он не мог сделать по-другому. Он взял в конце жизни и переписал землю на тех, кто действительно является собственниками, общину. Его не признали сумасшедшим. Его отлучили от церкви. От церкви? От какой церкви? Жена его осталась деньгами, но без земли, матушки. Понимаете, посмотрите, это очень интересно. Так вот, а сегодня у нас Российская Федерация представляет с тобой сборище, даже не Гоголя, даже не Тургенева. Не забывайте, что Толстой первый, когда увидел огромное количество людей, которые не проходят в статистических отчетах документов, он стал писать царю Толстой. И этот мальчик так напугал всех, он сказал, боже мой, посмотрите, посмотрите переписку, которую, может быть, я не знаю, есть ли она здесь в архивах, Толстой был первый, который когда-то написал о том, что посмотрите, сколько в Слободе женщин и детей, они же рождаются безыменных. Посмотрите, с ними можно делать все, что угодно, их же нигде нет. Накормите их, что вы творите. И Толстому закрыли рот, ему сказали, что его выгонят везде, его лишь от титулов и званий отцовских. И Толстой замолчал. И всю свою жизнь он не мог понять, как же так, в России есть мертвые и живые. Гоголь тоже об этом сказал. Тургенева чуть не выгнали, но он преподавал в Оксфорде, там, где он мог открыто сказать, что такое Россия. Посмотрите, огромное количество произведений Тургенева имеет гриф конфиденциальный. До сих пор. Так что же такое Россия стала страной, дорогие мои, где правит сатана? Да, в маске правды, добродетели. И многие из вас, я благодарна всем, кто посмотрели мою лекцию при поддержке комитета 3Х, не 300, а 3Х. Не путайте, дорогие мои, я сама иногда путаю, потому что бывает так, что действительно комитет 300 очень незде прозвенел, а комитет 3Х нигде не звенел. Ну потому что им не надо нигде звенеть, они люди дела, а не книг и звонок, колокольчиков. Поэтому я хочу сказать, что, посмотрите, Россия это территория, где огромное количество людей делали мертвыми. И когда большевики и Сталин, конечно же, специальная команда Сталина тоже назначили, Сталина тоже поддерживали. Сталина был титул закрытый императора, многие этого не знают, из границы это знают. Он принимал сам решение, он мог принимать сам себе решение и позволить это. То есть многие вам, вы об этом не знаете, потому что у вас был железный занавес, у вас был железный занавес, но не у меня. И поэтому этот железный занавес не давал вам посмотреть и сравнить, а как же там. И вам все время рисовали образы рога. И Сталин был тем человеком, который заложил такую социальную базу, что уравнял дворян и крестьян. И крестьяне, даже бывшие крепостные, они летали на самолетах, становились дворянами за служение Родине с 41 по 45. Понимаете, и Сталина за это ненавидят. Он сломал эти сословия, он показал, что русский народ божественный, гениальный. Сталин был единственным, который вкладывал такое количество ресурсов в своих детей, гнал их развиваться. Двери все были открыты. Идите, учитесь, давайте. Но что не мог сделать Сталин? Почему убили у Сталина Светлану Лилову? Он не мог дать образец реальной семье. Поэтому все равно при вуаляции этой семьи на мужчину, вспомните прекрасный ролик, если вы видите в интернете, с Фаейной Раневской, которая берет деньги за гадание. Потом звонит правком и говорит, пожалуйста, советская семья, он хочет уйти от жены, у него любовница, решите вопрос на месткоме. Понимаете, то есть и в советское время было то, что писалось в польской пьесе 19 века. То есть мужчине нужно выдавать деньги, лишить его возможности управлять собой. И, дорогие друзья, мне совершенно недавно в вину, посмотрите комментарии после того, когда я прочитала, что такое троица, отец, сын и святой дух, вот буквально в прошлые выходные, мне написали Веслобокова, ты зачем читаешь плебс в лекции? Ты такая же плебс, как они. Ты зачем там сидишь? Ты думаешь, мы не знаем, что ты все знаешь? Уходи из этого плебса, мы тебе там рот закроем. Я сказала, что в этом плебсе есть бриллианты, которые горят и светятся. Понимаете? А в России сегодня именно здесь, в народе бриллианты. И поэтому, посмотрите, флейта, волшебная флейта Моцарта, он показывает царство тьмы и царство света. И там три ведьмы, царство злы, которые дерутся, три ведьмы дерутся за сына, ой, да, за сына короля. Посмотрите, это же настолько мощно, классно. 200 языков любви. Это дело Тургенев. Это дело последнего Илья Глазунов. Посмотрите его картины. Посмотрите, каким он языком писал. Я сегодня ничего нового не делаю, я только вам раскрываю те смыслы и образы, которые они оставили в этих красивых, потрясающих своих произведениях, давая срез нашего общества, как волн когда-то в театре. Да, люди не изменились. Людины, вот эти людины, понимаете? Поэтому, конечно, я очень контрастно привожу вот эти вот такие вот противодействия общества тьмы, света и людин. Но, тем не менее, стоит вопрос, а что же в глобальной системе? Поэтому для меня, Слава Навеславкова, вот этого противоречия иррационального нет. Вообще, от слова вообще, понимаете? И поэтому, что же произошло в России в 91-м году? Почему Российская Федерация не в состоянии больше управлять? И вот это бесовство, которое произошло недавно, Собчак и так далее, то есть напугало весь мир. Даже те, кто, ну, вы даже себе представить не можете, они были шокированы. Поэтому, дорогие друзья, я буду продолжать давать информацию, которая практически 400 лет была закрыта. Я буду давать ее в системе русского языка, чтобы меня слышало как можно больше количества умных, гениальных сословий, будь то врачи, учителя, филологи, преподавательский состав и так далее, бравируя, соответственно, только теми фразами и теми, я бы сказала, смыслами, которые я буду стараться объяснять, чтобы мы четко договаривались о понятиях. И поэтому сейчас, дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, почему русский, великий, могучий, древний народ, который жил на данной территории, который, безусловно, уже по ДНК, ДНК является ключевой для подтверждения, кто вы, но самое главное еще и родословные, номер 2 и 3 момент, ваши действия, потому что по вашим действиям будут судить, кто вы. И поэтому вот это правило, которое рассказала Вера Анатольевна Радина, вешающая задача для всех, у кого родился, у кого учился и на ком женился, было, есть и будет. И поэтому за родословные в Россию убивают. Я совершенно недавно я дала вам ролик, я не ожидала, что за границей такое количество роликов фейковых о том, как живет Российская Федерация, о том, что наш менеджмент, великий менеджмент Российской Федерации офигенно грамотный и образованный, он уже вывел нас в космос, что сейчас Российская Федерация падет, и Российская Федерация станет Россией. И мы видим, как менеджер в УТЭЦе, выпустив огромное количество новых роликов, как они управляли русским народом, чтобы вывести через систему наций, уже на съезде, Медведев заявляет, уже не национальный лидер еврейского национального государства Российской Федерации с идеологией иудаизм, в кавычках сатанизм, а уже общенациональный лидер Владимир Путин. Вы чувствуете, как вот играет роль? Уже не национальный, ни одной нации, уже общенациональный. То есть они уже проигрывают идеологическую основу везде. Хорошо, общенациональный. То есть вы понимаете, Россия у всех разная. Есть финансовая часть России, есть национальная Россия, есть народная Россия, народная Россия, команда Светлана Веслобоковой. А самое главное, я еще раз хочу сказать, я очень благодарна вот за те поговорки, пословицы, которые вы присылаете. Одна наша подписчица, моя, написала, что лестницу-то ментут сверху, а не снизу. Поэтому, дорогие друзья, мы стоим на пороге колоссальных, глобальных изменений. Лестницу будут мести сверху. И лестницу начнут мести с России. Потому что здесь у нас с вами зло, которое расплодило ложь. И вот эти вот все, кто у нас там деструкции писали, танцевали, понимаете, самое смешное, что я прочитала, многие писали, балл сатаны. И вдруг одна моя подписчица написала, это балл не сатаны. Сатана уже вышел против них самих. Это балл какашек сатаны. Прошу прощения, дословно. Я не могла не смеяться, детский такой акцент, но это на самом деле и так. Поэтому прошу меня простить. Я просто дословно прочитала вам, потому что люди были просто возмущены тем безобразием, которое устраивало Собчак. А ведь это Совет Федерации. Это люди, которые родили. Вот кого родили. Понимаете? Танцы, плясуны, актеры и так далее. То есть это не врачи, наследственная профессия, это не учителя, это не землепашцы, это даже не жрецы, понимаете, которые помогают или что-то делают и контролируют. Это никто и звать никак. Это инородцы, которые внесли в Россию, закрепили здесь с 1917 года юридическую норму и, соответственно, с 1991 года уже открыто действовали по идеологии сатанизм, считая, что им все разрешено и заражая ложью огромное количество разных семей и родов, разбивая их на части. Мы сегодня видим такой эгрегор мощный семей искусственных. Это когда устанавливают детей, берут их, под них получают деньги, живут за их счет, а потом сдают их в ПНД и в тюрьму. Поэтому сегодня Российская Федерация это не Россия для русского народа. И поэтому сегодня мы говорим о том, что создается новое государство и какой он будет, будет зависеть только от наших правильных, юридических, финансовых, правовых, ментальных, духовных, материальных, и я бы сказала, самое главное, общепринятых, коллективных, безопасных норм нашего существования на территории России. Кто понимает? Поэтому сегодня семья традиционная, реальная, проявившаяся в действиях, она самая ценная. И это только те, кого я приглашаю в свою команду. Я приглашаю дееспособных и полноценных, я приглашаю в семьи и роды. Потому что наша команда будет действовать как команда от России, глобальная, где Российская Федерация является только одним из искусственных структур и инструментом для того, чтобы выстраивали политику на глобальном уровне, наши лидеры, наши семьи, наши роды, и чтобы у России возникла своя собственная голова для управления. И сейчас я хочу задать вопрос моим подписчикам, слушателям, которые изучили родоведение и мировидение, и я надеюсь на ответ, который будет в следующей лекции. Но я думаю, что вы ответите в 15 часов, следующую, соответственно, мы будем анонсировать. Почему Русь треедина, треедина мы говорим, Украина, Россия, Белоруссия женского рода? Почему Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие мужского рода? Ответьте, пожалуйста, кто изучал историю, исторы, кто изучал Библию, кто филологию, философию, ответьте, пожалуйста, если вы ответите правильно, как это действительно в архивах национальных библиотек, то, что знают священнослужители, я буду счастлива. Нужно подумать, подумайте, и в программе Домострой, вторая часть, мы это разберем буквально по косточкам, но это нужно знать, потому что, дорогие друзья, мы строим с вами не просто государство, мы с вами восстанавливаем тот дом, ту империю наших народов, которая была. И если наша платформа будет создана не нашими руками, если дом будет построен не по нашему проекту архитекторов, если дом будет построен не с кирпичей, который мы сделали, если дом будет построен не на нашей земле, не по опыту и подобию, то этот дом опять развалится. Понимаете? Мы должны сами сделать фундамент этого дома, чтобы он был на века, как это делали наши предки. И поэтому сегодня 400 лет вот этого права, которое вносилось, о последние 100 лет, когда непосредственно Николай II не удержал систему управления народом через духовную систему, понимая, что они уже идут выше, они разводили Николая II, убили Светлану Лилуеву, развели Владимиру Путина, посмотрите, устроили там какую-то вахту. Вот, нужно понимать, где вот эти противоречия. Они очень простые, все гениально и просто, поверьте мне. Но чтобы видеть это гениально и просто, для этого нужно знать, понимать и быть практиком. То есть иррациональность, иррациональность, они должны быть вместе. Поэтому я вас очень прошу посмотреть обязательно монологи прекрасного режиссера Кара, 1994 год, Мастера Маргарита, монолог в исполнении уникального Валентина Гафта, потрясающий, он играет Воланда, потрясающий, дьявола, посмотрите. И обязательно в конце я назову еще один фильм, который вы посмотрите с детьми, и вы поймете, что мы самый священный, действительно, богоизбранный народ. И сейчас я буду это рассказывать с точки зрения философии, филологии и тех источников, которые я изучала. Ну и, конечно, как пользуюсь своим правом преподавателя истории и общественно-социальных дисциплин Брянского педагогического университета, исторический факультет, декан Ранчинский. И так, по-моему, даже и сейчас он также декан. Поэтому, дорогие друзья, я начинаю. И так, для того, чтобы понять, какой мы дом строим, какой проект мы создаем, и почему только Россия, из России, почему русский народ будет базовым, я хочу сделать следующие доводы. Сегодня ставка идет на глобальное управление, потому что, действительно, те системы права, 400 лет, которые выстраивались, оказались неисполняемыми. И огромное количество сегодня разделенных групп, разделяя властвы, возглавия для безглавия, настолько мелко разделены, что каждая группа пытается, как каждый сурок, сморчок, пытается выстраивать свою глобальную политику, и тем самым, не понимая, я бы сказала, так, как Сергей Савельев говорит, сортинг мозга, люди не развились, а получили большее количество блага за счет, к сожалению, как бы мы не хотели, той идеологии, которая покорила некоторые страны, выявились в системе управления народами через нации, как страновые элиты, получили доступ к ресурсам-финансам. Финансы не являются ключевыми ресурсами, которые позволяют развиваться человеческой цивилизацией. Финансы можно менять. Любые глобальные, я бы сказала, искусственные системы, искусственные, а финансовые системы, это обслуга, как юридическая система, как экономисты, политики, тем более, очень многие из них работают, как астрологи, по специальным инструкциям, которые им выдают, что говорить, главное, что говорить, убеждать основную массу населения. То есть эти системы меняются очень легко. Они не ключевые для жизнедеятельности. А вот сердце, голова организма человеческого, вы их не поменяете просто так. Поэтому вот одежда, тапки, место проживания поменять можно. Финансовая система – это эквивалент производства и взаимодействия в человеческой цивилизации, но не ключевой. За деньги вы не родите здоровых детей, за деньги вы не получите потрясающее сознание, разум, за деньги вы не попадете в тот пол, где есть прошлое, настоящее будущее, и вы не станете дорогим человеком. Потому что дорогой человек – это дорогой коньяк, он выращивается через древнюю ДНК. Поэтому сегодня огромное количество, я бы сказала, вот этого зла, которое расплодилось через ложь, огромное количество, выросло через страновые элиты, уничтожая правовые нормы, культуру и традиции огромного количества народов, которые стали, в общем-то, удобрением для вот этого зла. И сегодня это зло настолько мощно поднялось в системы верхнего управления, что мы видим с вами не только невыполнение уже даже юридических норм, которые сдерживали развитие вот этих вот деструктивных сил, которых раньше, кстати, до 1917 года не пускали в большие города проживать, потому что, как и в Уманской резне, Уманская резня, вот у Папивоварова сгорела библиотека, мы изучаем, что кого-то били и выгоняли, вот еврейский народ били и выгоняли, они стонут. Но не говорят причину, что было убито целое племя каннибалов, которое в Умане съело, упохитило местных детей, грудных, у коренного населения, и употребляло их в пищу. И из-за этого Уманская резня произошла. Поэтому сегодня мы видим, как деструкция пытается в Умане поставить память, но не говорит причину, почему уманцы все племя вырезали, начиная от взрослых, заканчивая детей. Тогда еще не было ДНК, а тостинки не рождаются песенки родословные. То есть люди вырезали это племя, чтобы оно не пошло, не убежало, не продолжало где-то есть чужих детей и устраивать эти страшные оргии, и устраивать вот это зло. Но то, что мы сегодня видим в России в лице публичное, открыто, Собчак и их команды. Дело в том, что везде есть сатанисты. Везде есть черные, белые, везде есть тюрьмы, везде есть ПНД во всех странах мира. Но то, что произошло в России, этого нет нигде. То есть у нас сегодня только тюрьма, только ПНД, и внутри этой системы суды. Все. У нас нет новых производств, у нас мы не видим какие-то системы развития, и вот эта вот деструкция, она уже открыта. То есть если в других странах сатанисты тоже, если они там прячутся, бегают, проводят свои эти оргии, никто из них не посмеет открыто показывать это непотребство своему народу и своей нации. Но наши вот эти вот рожденные нарусами, которые разбивают семьи полноценные, дееспособные, где женщина не на вахту выходит, а женщина выходит на всю жизнь в союз с мужчиной, небеса. Небеса. Браки заключаются на небесах у божественных народов, там, где нет бесов. А есть небо, где нет Бога. И вот отсюда идет очень интересный созидательный формат понимания. Поэтому где Нарусова и Собчак, это небо, нет Бога. А где была первая супруга Собчака, там небеса. Также Владимир Путин с Людмилой Путин небеса, нет бесов. То есть заключаются эти браки в духовном формате где-то иррациональны, и потом уже здесь они реализуются. Поэтому люди встречаются для создания семьи. И дальше основная цель, задача какая этих, скажем так. И поэтому разница колоссальная. Как помечали наши предки свой и чужой, юридические вот эти нюансы. Свой и чужой очень важный. Народит свой и чужой. Сегодня на территории России после 1918 года все помешали. Для чего помешали? Чтобы не было родословных. Чтобы вот как когда-то показывают картинки, знаете, бесы и здоровые, полноценные люди смешиваются. Почему? То есть человек потерялся сегодня на территории России. Пропали сословия с 1917 года. И вот это вот фактор, как говорится, в зоопарке открыли клетки и все побежали друг друга гонять. Извини, прошу прощения за вот эту утрацию. И что происходит? То есть потерялась идентификация свой и чужой. Потерялась. То есть у нас львы могут с обезьянами браки создавать, там мартышки с крокодилами. Ну, я утрирую, конечно. То есть вот что произошло с 1917 года. И они одеваются в красивой одежке крокодила, а там под этой одежкой неизвестно что. То есть у нас произошел хаос в голове. То есть он усилился, он пришел раньше, он постепенно приходил раньше. Но тем не менее, то есть вот это, вот я хочу сказать, система зла через ложь, как Сонька Золотая Ручка, которую сейчас романтизировали. Эта женщина была шизофреничкой, ее Чехов лечил. Чеховы материалы тоже, кстати, являются конфиденциальными. Вы их можете посмотреть, еще многие в сканах, только в зарубежных библиотеках. Он был врач, и он говорил, что это шизофрения. И я рассказывала уже в ролике, посмотрите мой ролик, где секта сатанисток, сжирающая кого? Богов. Так вот, я хочу показать вам сначала теоретическую часть, потом показать, с чем это связано, где вот это противодействие в России, как его нужно удалять, этот гнойник, чтобы оставить тело, не было рубца, и как эту гниль нужно убирать. То есть мы должны понимать это, потому что можно, конечно, прийти вырезать, будет кровище и так далее, а можно красиво это убрать, эту гниль, эту грязь, смахнуть ватным тампоном, она уже прорвалась, понимаете? То есть мы уже видим с вами, как на теле нашего народа пляшут вот это вот непотребство, открыто. Те прячутся там, понимаете, и прячутся 400 лет, и у них тоже сословия. А вот эти наши звезды, которые с 91-го года, после убийства Сталина, должны были сделать капитализм, они же гарантировали своему состоянию, по сути дела, что будет капитализм после Советского Союза на территории России. Но мы увидели, к сожалению, не капитализм, мы не увидели здесь президентов Казахстана, Узбекистана, других стран там, и так далее, республик, муж и жена, как Трамп и Мелани, как Байден с женой, как в Европе. Мы не увидели мужчину с женщиной, мы увидели непотребство. Одни мужчины у нас. То есть мы увидели то, что идет по Библии, по системе. Посмотрите. То есть они четко подчеркивают и удерживают, разбивают настоящие союзы, которые совершались на небесах, рассказывая, что идти вахты, и давая своих вот этих звезд. Вы помните, что основная секта находится, голова находится вот этой секты в США. Но тело, которое жрет и кормит сегодня с 91-го года, вот это зло, это Россия. Это здесь, это Российская Федерация. Она является тем ртом, который есть ресурсы русского народа и дает жить злу по всем плане, уже везде практически, где бы они не прятались. То есть в том числе и в США. И вы видите, что именно здесь явно проявляется стимул смерти. Вы знаете, что у Ленина было большое количество детей, и они все есть, у Троцкого тоже. Но нам рассказывают, что Ленин без детей отдал жизнь родине и отечеству. Какой родине и отечеству? Ленин отдал жизнь государству. Какому? Как евреи? Еврейскому царству. Чтобы сюда пришли кто? Царь и царица. Еврейские. Иудаизм. То есть ложь. И Ленин, соответственно, пользовался потерянной кассой. Ходил, естественно, по тем местам злачным, где женщин покупают. У него есть дети. Все это прекрасно понимают. Но нам рассказывают, что дедушка Ленин святее сверхсвятых. То есть из человека непотребство сделали святого. И рассказывают, что отдавайте свои жизни за государство, которое, соответственно, ваше, родина и отечество. То есть нашим мужчинам сбили вектор, где родина и отечество. Когда служили, присягали царю, это был реальный живой человек, который отвечал за жизнь, судьбу тех, кто идет открыто, за честь. Лермонтов, Пушкин погибли за честь. И он отвечал за семью, тех, кто отдавал за честь, его честь, кто руководит страной, руководит народом, понимаете, империи. Он обязан был, соответственно, император, царь, отвечать за жизнь этих дворян. Балконский, посмотрите, мне будет стыдно, если ты придашь честь. Почитайте, Толстой. И вот посмотрите, что происходит. У нас с вами постепенно происходит деструкция, то есть мужчинам с 1917 года меняют вектор на социальный, социализм, то есть родина отечества, коллективная безопасность. И когда начинается с 1941 по 1945 год война, конечно, возникает коллективная безопасность. Мы понимаем, что идут убивать нас всех вместе здесь, независимо от сословий. Поэтому мы встали все вместе, в единый кулак. А сегодня мы видим, как Россия, вот это вот религиозное государство еврейского царства, вы помните, Форд очень хорошо написал статьи, что поменяли русских капиталистов на еврейских в 1917 году. И вот этот еврейский капитализм с 1991 года уже открыто Российская Федерация представила себя миру как еврейское царство, но русскому народу ничего не сказала. Поэтому мы видим с вами ролики за рубежом, где они там герои, они там самолеты сбивают, воюют, они такие прям дворяне, мама никуда, а мы тут все дураки. И вдруг это прорывается сейчас. То есть есть инструкции внутри России, где все эти лица практически 90 с лишним процентов иудеев работает только на информационном рынке. То есть слово, слово, слово. Что такое слово в переводе с философского, если вы посмотрите систему арийских лет и так далее. Это бог. То есть по сути дела информационная, то есть информация идет как бы от той структуры, к которой вы подключаетесь к эгрегору. А что такое молитва? Молитва это куда вы обращаетесь в свой взгляд, в ваше внимание. Поэтому сегодня очень важно вот этим вот всем иудеям, которые сидят и по внутренней инструкции давят на наш народ рассказывать о войне, о смерти, о горе, о гибели, о руки оторвали, ноги оторвали, деструкции, мы все сдохнем, нас убьют. То есть они специально сидят и вот это дают. А во внешней среде, в связи с тем, что их никто не принимает, их иудейское царство, которое ездит в те ресурсы и кормит всех остальных, конечно для них русский, которого назначил Владимир Путин с Людмилой Путиной, потому что их назначили, их утвердили, их признали, Людмилу Путину сделали непосредственно матерью нации русской. И даже посмотрите последние ролики, где льют на нее грязь, что она вышла замуж за молодого человека, потому что Путин не мог сделать ее счастливой, их брак не на небесах, у них какой-то там, не знаю, временной брак, да, что на нее только не пишут, что она коллекторские банды возглавляет, какие-то документы оформляет, что дочки снесут путь, что не пишут, что она сильная духом женщина. Людмила, даже они, будучи бесами и противниками ее в материальном мире, они пишут, что она сильная духом женщина. Людмила, духом сильная, отец, сын, святой дух, святой дух Людмиле был. То есть она сильная духом женщина, даже вот это непотребство, они не могут сделать грязные ролики о Людмиле. Посмотрите, мы скачали эти ролики везде, чтобы они у нас остались. И обращаю ваше внимание, то есть они приписывают Людмиле то, что делают их женщины, но они не могут даже святой дух ее оскорбить, Они говорят, что она сильная духом женщина, желание всего хорошего. И мы не видим, где эта Людмила, где она счастлива. Мы не видим ее женское счастье. Хотя первые леди, всегда уходя даже из брака, вспомните Диану, они ведут открытый образ жизни. Они не могут уйти в тень. Это очень важно понимать. Мы видим противоречие, то есть живую женщину, которая святой дух, которая морально нравственная, ее куда-то убрали. И русскому народу дают непотребство. Посмотрите, пожалуйста, Алина Кабаевна, возглавляет российские СМИ. Посмотрите, какие фотографии ее. Причем это ее фотографии были в интернете до этого. Таких фотографий просто не могло быть у Людмилы Путина никогда. И ее дают нашему народу, подменяя понятия, именно потому что идет религиозный формат. Вот эта волшебная флейта «Три ведьмы», которым нужно сердце, чтобы иметь бессмертие. И вот эти моменты очень важно понимать. И сейчас, дорогие друзья, я хочу дальше пойти, чтобы вы понимали, потому что в этих сказках, образах, закрытых русскими потрясающими мужчинами, о чем они говорили. Как раз-таки выходы. Кто смотрел мою лекцию «Отец, сын и святой дух», вы уже понимаете. Но сейчас я еще глубже окуну вас в формат и раскрою те вещи, которые для вас очень легкие. Где идут эти правочеворечия? Сегодня Россия – это территория, где люди не могут понять свой и чужой. Вот тот для вас свой и чужой. А ведь нужно это понимать по родословной, по прошлым действиям обязательно, и по идеологии материального мира, а я бы сказала, по духовности. Поэтому Людмила Путина для русского народа своя, а Алина Кабаева для русского народа не своя. Потому что если вы подумаете о своих мамах, кто вас родил, могла ли ваша мама, как Алина Кабаева, вот в таком виде, непотребном, быть в интернете? Конечно нет. Наши мамы не могли так быть. Так почему же мать нации нам дают такую? Потому что Российская Федерация – это открытый культ сатанизма. Идеология в Конституции любая. И поэтому в Российской Федерации чиновники быть не могут просто так артисты, певцы и танцоры. Там конкретные люди, которые получают деньги за то, чтобы давать народу ложь, погрузить его в этот фейк, и поэтому сегодня это все скрывается. Но все крупные роды мира, я вам заявляю это ответственно, все понимают, что произошла подмена. Произошла подмена в чем? Гафт, Карра, смотрите, первая серия. В чем произошла подмена? Переписана Библия была. Колоссально переписывалась Библия. Для чего? Чтобы подменить божественный наш многонациональный русский народ, который жил в колоссальной, мощной империи на своей территории. У нас у всех была одна идеология. Идеология правды. У нас был один здесь. Здесь одно царство, истинные. И не надо было никакой власти каждому из вас. Власть это не надо. Рим, мир. Понимаете, мы сегодня говорим о мире, а на самом деле идет война. Не надо. То есть вся власть, это вы должны управлять собой. И ваша власть внутри вас. Если вы идете, сдаете бюллетени и голосуете, вы отдаете право управлять вами. Поэтому вот мы жили с вами, одна традиционная ценность. И самое главное, власть и управление шла только в семье. А общественная коллегиальная безопасность, общинная, шла через мужчин. Мужчина-земля-матушка. Женщина-хозяйка. И вот эти процессы мы с вами разберем. Домострои, они очень простые. Но я сейчас хочу вам рассказать очень важный момент из моей личной жизни. Потому что, понимаете, я могу вам рассказывать там что-то еще по философии. Многие философию не изучали, а меня смотрит огромное количество разных людей из разных стран мира. У нас разное образование, разные подходы, я бы сказала. И, понимаете, я хочу, чтобы вы знали практику. Когда случилась беда у моего супруга первого, то я забрала его за руку и поехала в общину к моему прадеду, чтобы вы понимали, к моему дедушке. И я знала, что есть архефакты в моей семье, и в том числе Библия. И так как у него финансовый долг, он попал, не контролировал финансы, как сейчас многие пенсионеры, деньги отдал и ждет проценты. Понимаете? А тут не только проценты приехали, а еще и он виноват оказался во всем. Поэтому вот этот вопрос нужно было решить. И я поехала куда? К семье, к роду. Мой муж попал в беду. Это мы вместе, мы человек с ним. Что произошло? Мы начали искать архефакты, где мы можем получить финансы, чтобы закрыть вопрос. И вот тогда встал вопрос о Библии. И мой дедушка Коля сказал, у нас есть очень древняя Библия, давайте мы ее возьмем, и это достаточно. Я думаю, что это будет стоить где-то порядка 500 тысяч долларов. И вот представьте, такая община. И мы стали искать эту книгу. И вдруг оказывается, что бабушка Вали, моей сестры, Гали, сестра, она как женщина современная решила, что книжка-то облегчалась, какие-то кожаные штуки. И она, не говоря прадеду, взяла эту книгу, повезла в Клинцы и отдала священнослужителю. А тут ей понадавал новых новоделов. И она приехала счастливо, раздала в деревню, ой, новые книжки мне дали. И когда мы приехали, началась разборка по полной, где книга-то, оказывается, она дала. Мы поехали в Клинцы, а этого священнослужителя ветром сдуло. Мы даже не смогли его найти. Так вот, все читали эту книгу, все понимали. Я не только вам рассказываю историю, я вам рассказываю то, что реальность. И, кстати, поручик Ржевский может это подтвердить, которого тоже утаскивали в Ламихуске. Поэтому, дорогие друзья, вот вы должны понять, что это реальность. То есть забирают книги, их собирают, их утилизируют, безусловно. Вы не должны знать правду. Поэтому Валентин Гафт, переписывание Библии, и вот эти люди, которые переписывали советскую историю, меняли родословные и так далее, и только сегодня технические экспертизы могут подтвердить. Э, ваше ДНК, как Николай II, его ли, не его ли. Сегодня эти технические экспертизы на биологическом уровне и вообще на техногенном, потрясающем, они реальность. И поэтому, когда вам дают какую-то книгу и говорят о том, что это трактат 20 века, начинаем искать первоисточник. И оказывается, что нарисовали в этом времени, поэтому пивовары, и библиотеки пытаются уманскую резню сделать подвигом, значит, соответственно, поставить памятники. И поэтому, что произошло? Произошла подмена божественный народ, это русский, многонациональный народ, который жил на своей территории, который имел одну идеологию, одну идеологию, правды, царства, истины, вот здесь. И власть находилась только в семье, роду у каждого мужчины, то есть мужчина, женщина. И лидеры, качество лидеров, выборщиков, община, коллективная безопасность, то есть никакие пьяницы, наркоманы, алкаши, не умеющие трудиться, не умеющие детей, не женившиеся, они не могли принимать решения, то есть шла четко природная экономика, и люди, отвечавшие за свои хозяйства, а сегодня это дело семьи, то есть они принимали решения те или иные, и они остались, эти роды мира, то есть они остались, просто они вкоррелированы, я бы сказала так, через свои, я бы сказала, молодые, можно сказать, представительские кадры в государстве искусственное, но они принимают решения, они есть. И поэтому принципы и правила, конечно, для королей, а для всех остальных законы, понимаете, иконы, и все остальное. Поэтому я читаю лекции, и почему я домострой вам даю в том виде, в каком он есть, с переводами и осознанием, потому что когда Гундер, врач, полез в домострою и сказал, что русская община, это женщину бить можно по каким местам, и вот в русской общине, вот эти книги, которые я читала тут совершенно недавно, о том, что в русской общине чуть ли не 90% женщин убивали, это такая чушь, это такая ложь, почему? Потому что русский божественный народ, который имеет колоссальное прошлое и очень мощный ментальный опыт, а также древняя ДНК, и вот это вот подсознание, где отбита память, я бы сказала, наверное, о прошлом, почему горели документы, кто вы, кто вы, и Грек говорит, если не вспомнить, кто они, мы не сможем ими управлять, то есть власть они заберут над собой сами, и вот в этом-то вся и загвоздка идет, сегодня в России, как дальше будет двигаться ситуация, прорвется ли русский народ со своими семьями родами, вместе с командой весло, Лавоковой, вверх туда, значит, и скажет, наше свое, мы сами будем управлять, либо дальше будет продолжаться вот эта паутина четырехлетняя, которую они вели, 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 и вот это очень важно понимать, понимаете, сможем ли мы свою голову поставить дееспособную, полноценную, где Людмила Путина и Владимирович Путин вместе, либо другая пара, но в любом случае, Романовых не просто предлагали, продавали родословную, люди, которые знали принципы и правила, у которых в семье четко выстроена регуляция, открытый, публичный, где нет тайн, самое главное, от народа, от народа, что люди скажут, руководствуются принципами, и самый главный момент, еще очень важный, я обращаю ваше внимание, что сегодня возникла монокультура, и сегодня огромное количество людей с 91 года, не сказав, записали в сословие, простолюдин, которые не могут судиться в судах за границей, их могут судить только суды Российской Федерации, все, 98 процентов, считайте, записали, а нам не сказали, вот кто из вас знает, в каком вы сословии, поэтому, кто не знает, я вас прошу, берите абонементы технические, каждые в неделю, в 13 часов воскресенья, в закрытом формате, ответы на вопросы, будут задаваться, и наши лекторы будут отвечать на ваши вопросы, консультации, чтобы вы немножко выставили в этой системе, кто сегодня начал делать запросы, чтобы понять, как вы выглядите в правовой финансовой системе, куда вас погрузили, вот эти вот лица, которые обозначили себя элитой с идеологией сатанизма, то есть, понимаете, они 2 процента, вот Собчак уже открыто пляшет, сатанинские все эти вещи, если те прячутся, наши, то уж открыто объявили всему миру, все, Россия будет страной еврейского царства, где культ мертвых, все, вот царица такая, а мы-то не согласны с вами, понимаете, поэтому вот их Россия, вот такая, есть наша Россия, она другая, она есть, она пока на духовно-ментальном уровне, в проекте, это Россия, если это Россия правильно будет обозначена в материальном мире, какая модель, какая модель, а не то, что они нам предлагают, то, соответственно, дорогие друзья, мы и будем ее строить, у нас должны быть свои планы, своя армия, своя территория, свои институты, свои лидеры, которые не связаны с Российской Федерацией, поэтому менеджмент Российской Федерации никогда не сможет быть в нашей России, где семьи, роды, где культ матери, ваши мамы, посмотрите, они не могли быть деструктивны, как Алина Кабаева, прекрасная спортсменка, но одно дело в спорте, а другое дело в фотографии, где человек продает себя из публичной профессии, и поэтому обращаю ваше внимание, жесткая теоретическая часть, кто готов спорить со мной, пожалуйста, на латыни, на немецком, готова спорить, и так, на древней, даже других языках тоже готова с вами поспорить, и так, смотрим, Россия, культ сатаны, официально, Российская Федерация, что происходит дальше, я просто хочу вам объяснить, где у нас противоречия сегодня идут, и почему мир смотрит за Россией, и вопрос, это не к Владимировичу Путину, это вопрос к нам, ко всем семьям и родам, какое решение мы с вами примем, это очень важно, с какими вы лидерами, потому что в последнее время, что происходит, онлайн-система интернет, это система, я бы сказала, устроения, управления народами и нациями, но больше всего от народа к нации, по каким территориям, и сейчас определяется, какой народ будет сам собой управлять, через какие структуры, какая диалогия, а кого потянут в цифровую экономику, понимаете, и кто там будет уже мясом, трупом и вот этим полигоном, что они пытаются онлайн отчитаться, поэтому вот смотрите, мне очень важно, чтобы вы видели, Российская Федерация, идеология сатанизм, еврейское капиталистическое государство, с 1917 года, после смерти Сталина, социум, Сталин просил, дайте концепцию развития России, пока концепцию развития России, которую просил Сталин, сделали мы, наша команда, и в бумажном варианте, она будет 12 января 2024 года, потому что Российская Федерация схлопывается, ее закрывают оттуда, не здесь, они боятся это сказать народу, они хотят, чтобы народ стал и поддержал Российскую Федерацию, кровью пошел ее защищать, вот, и поэтому вот эта вот игра нанайских мальчиков, Украина и Россия, это два мертвых государства, которые возглавляются иудаизмом, грустекты иудаистов, вот, и почему сейчас их обвиняют жесточайшие в королевственной войне, я бы сказала, братоубийственной, потому что они объявили в Бельгии, что самый выгодный бизнес это убивать русских, ну, то же самое, что было с 17 по 18 век, 30 миллионов было убито русских, почему, убивают собственников, люди, которые могут управлять собой, которые не дадут власти, которые выигрывают, демократия, народовластия снизу, когда деструкция, алкаши, пьяницы, социалисты, которые не хотят работать, трудиться, лезут в вопросы, которых они не понимают, не разбираются, когда врач Гундеров лезет в домострой своим носом, не читая, не имея исторического образования, филологического, он врач, это то же самое, что я полезу с ним, спорить, каким ножом делать, какую операцию, понимаете, но он считает, что это нормально, вот этот хаос, который он выносит, с умным видом, это, конечно, деструкция, это иудаизм, по большому счету, поэтому для меня Гундеров это иудаист теперь, потому что я вижу эту ложь, обман и полную деструкцию, человек не может заявлять о тех вопросах, с которых он совершенно не разбирается и не понимает, поэтому вот хаос идет, профессор Преображенский, с головы, и смотрите, как интересно получилось, то есть сегодня мы с вами видим, где идет противодействие, вот это, чтобы вы понимали, и так, на небесах складывается, да, ситуация, философская часть, где нет бесов, небо нет бога, и теперь смотрите, в Советский Союз, почему женщины забирали деньги, почему вот эта ситуация очень быстро стала прорастать после 1953 года, почему Сталин не стал у нас императором, потому что убрали Светлану Лилуеву, почему Путин потерял Людмилу, потому что не дают мужчине, посмотрите, Лукашенко один, Путин один, Казахстан все по одному, мужчины по одному, почему, у них забирают что, духовную привязку, у них забирают иррациональные, у них забирают мораль, нравственность, у них забирают мать их детей, у них забирают ту составляющую, которая является очень важной для естественного права, традиционные ценности, там женщина идет не на яхту, там браки на небесах, поэтому у них у всех практически, посмотрите, либо подменяют, как у Януковича, либо дают другую жену, либо забирают, как Собчак, подменили, пожалуйста, вот мы видим с вами, что она родила, по результату смотрят, по плодам, вот эти плоды, вот эти плоды менеджмента Российской Федерации, другого ждать нельзя было, а чего вы хотели ждать, поэтому сегодня их нигде не пускают, они реализуются только в России, они никогда не попадут в частные академии, им никто не даст условия и возможности нигде в мире, ни в каких структурах, и поэтому их задача закрывать русский народ и делать все руками русского народа, вы убили царя, русские хотят это, и показывать, почему тюрьмы здесь, и ПНД, потому что русский народ деструкция, русский народ не может иметь семью, видите, Путин не может иметь семью, у него жена, только вот использовать ее можно было, значит, вахта какая-то там, у них вахт, там у Трампа вахт нет, а здесь вахта, ну, в любом случае, есть возможности расходов и разводов, но вопрос не в этом, хозяин, у него хозяйка, и признаки эти очень четко определяются естественным праве, тогда там за ложь смерть, электрический стол, и поэтому, почему у нас нет таких пар, потому что тогда, если у нас пара, то они обязаны через естественное право ввести смертную казнь за ложь, и они не дают реализоваться на постсоветском пространстве естественного права, вот это вот юридические нормы, их нужно четко понимать, финансовых долгов, я сейчас даже не касаюсь, но я хочу сказать, что трасты подписывают родами, подписывают трасты под народы, народы долги отдают, через нации в искусственных государствах их завуалируют, чтобы юридически просто видеть, какие-то потоки, да, трасты бывают и на 500, и на 300 лет, но для этого нужно иметь такие роды, и понимать, как это выглядит, поэтому, что было сделано за последние сто лет, за последние сто лет, они подменили Библию, подменили святые документы, подменили все и на наш русский народ отделе ложь они сказали что русский народ на это деструкция это только пнд и тюрьмы это ненормально у них не может быть семьи увидите он ванеч путин садил лукашенко все по одному то есть они пытаются кем являются сами социальными шизофрениками которых вырезали уманцы за ложь смерть и каннибализм человеческие они пытаются одеть на наш русский народ за границей все это смотрят все шоке они вот ребята у вас священная война если вы не выдержите эту войну мы все погибли поэтому если мы сами будем понимать кто враг мы будем понимать где этот враг и наша задача в россии разобраться кто свой кто чужой поэтому обратите внимание нам строит образ врага нато наступает нас коллективный запад на нас наступает ватикан наш враг комитет 300 нас захватит то есть людям стоят строят искусственный образ врага все эти сми иудейские почему главное чтоб народ не увидел как басни крылова что враг нато а вы же этой нате по морду не дадите вы же не поедете ее дом то не разорите понимаете то есть нато это какой-то образ этот образ они создают через свои лживые сми как польша 19 век стану социализм учиться не надо так вот и здесь посмотрите обращаю ваше внимание они строят образ но за каждым образом должно стоять имя фамилии отчества у нато есть образ имя фамилии отчества у коллективного запада есть образ есть имя фамилии отчества везде принимают решения человеке люди да либо люди но в любом случае это живые люди принимают решение бомбить не бомбить посмотрите япония японию бомбили и все равно и японский император и народ японии на грим нации японская до японцы тоже с кем-то там соединяются и получается японская нация но народ японии до сих пор запрет стоит императора на женитьбу с еврейками почему почему они боятся что эта секта пролезет через евреек понимаете потому что приходит секта не будешь на сработать вырежем всю семью пугаются женщины что вырежет ребенка и начинают служить этой секте культу смерти а еще если покажут к они там едят и убивают все глаза на выход у наших артистов и они готовы там плясать танцевать только не трогайте мою семью все то есть вот вам пожалуйста идеологи через страх через извращение через социальная психиатрия и шизофрению поэтому мы увидели культ вот собчак посмотрите что они делают они открыты это показывают социальная шизофрения это пнд который заслуживает тюрьму и убрать из общества поэтому вот эту российскую федерацию со всем этим менеджер их нужно убрать они сопротивляются они рут верещат захватили русский язык полностью захватили их задача говорить о том что не мы народ который сама могут определяться самоуправлять собой нам власть никого не нужна никакого рима мир мы имеем власть сами над самим собой и вот эта задача их гасить 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 потому что я еще раз хочу сказать выживут только все у кого есть семьи у кого есть роды коллективная безопасность идет только так потому что они уничтожали уклад семистики 17 года и делали искусственные браки и сегодня вот эти браки которые не делать гостевые это трэш но это имеет место быть разорено огромное количество традиционных семей в детских домах отсутствуют дети на них очереди потому что вот эти искусственные дамы которые не могут рожать они рожают больных детей они все по маме обращаю ваше внимание в чем идет противоречие я сейчас просто хочу вам чтобы вы понимали еще некие нюансы да теоретически потому что меня слушать слушают люди умные грамотные образованы я хочу чтобы вы понимали этот вектор и сегодня с 91 года в россии сословия огромное количество людей даже знать не знаю что не сословия за рубежом да это упакованно укомплектована есть молодые народы как китай есть очень молодые народы азия кавказ то есть это видно по сорт синку сортинг что и такое покажите мне за последние 50 лет салковского покажите мне тютчева покажите мне чехов покажите мне бетховена бака покажите мне какой вклад человеческую цивилизацию внес тот или иной народ или нации через своих лидеров и как он получил эти знания от какого народа и получается что если вы берете колоссальное количество ученых это советский союз это ставим эту систему вот это то есть нет народа который вложил колоссальные ресурсы своего лидера и он вырос так сегодня это естественно качество людей интеллектуальных это огромное количество роз выросших культурных растений интеллектуальных это постсоветский союз но он не безвечен остается немного еще и конечно же этих людей сохраняют что произошло 91 года то есть убита 106 миллионов русских и вот эта вот ситуация которая в россии продолжалась очень долго культ мертвых то что вскрыл толстой то что написал гоголь мертвые души то что тургенев увидел его чуть не посадили генерал мвд статистика не соответствует а сегодня что покойник павлов камни васин михайлов обезличены то есть они уже сошли с ума и сегодня достает вопрос президента российской федерации вот у меня живые доверенности я прошла через суд что в россии не запрещено все разрешено все я кандидат президента российской федерации чтобы возглавить и безглавить я не стесняюсь это говорю открыто это зло нужно безглавить возглавить увести а кто там в этой российской федерации там огромное количество покойников понимаете об этом нужно говорить то 106 миллионов убита они получают финансовая система не имеют суверенитета они получают деньги под каждого убитого мертвого о чем говорили гоголь о чем был чехов о чем говорил толстой за что его отлучили от церкви за что чуть не посадили тургенева который преподавал в оксфорде понимаете уехал туда честно говорить и вот сейчас ты трэш вышел этот гнайник наверх куча покойников на которых они получают деньги и конечно за путина проголосует 70 процентов или 90 процентов кого списке мадам панфилова на стол я хочу видеть кто там выйдет вот за меня выходят живые семьи роды которыми полное право как собственники построить новое государство и более того предложить всему миру не деньги деньги россии не нужны чтобы золотые головы сюда приезжали технологии у нас есть чем рассчитываться и очистить территорию от лжи и сделать естественным правом мы предлагаем это команда веслобок в письменном виде понимая о чем речь либо за владимировича путина который предложил он если мы увидим списке кучи покойников по стране вы видите вы понимаете что такое выборы президента российской федерации они заняли что проголосовало 70 процентов населения страны кто пришел на выбор давайте проверим эти письма давайте проверим кто там голосует давайте проверим списки этих выборщиков я вас уверяю вы ужаснетесь то отчетность которую не сдавали 106 миллионов людей пропала они числятся живыми помните мы смеялись над байденом когда у него обнаружили 1900 год покойник пришел проголосовал и весь мир смеялся у них сбился компьютеры они начали вручную пересчитывать а вы думаете что в российской федерации будет лучше да хуже в тысячу раз я вас уверяю количество отчетов которые они сдают за границу по статистике где зарегистрирована была российская федерация вообще страшно я вас уверяю вот за меня у меня доверенности людей которые были у нотариусов нотариус создает базу тоже в единый учет и у обратно уже переписать нельзя поэтому всех живых кто со мной мы говорим ребята мы живые мы разбираемся мы говорим голос свой мы живые а вы то кто то есть мы кто со мной сломок вы это царство светлых сил живых а те кто в российской федерации которые прячутся сегодня нарисовав огромное количество покойников съев людей уничтожен это как раз о н.ф. единая россия панфилова медведев это то царство вот пожалуйста вам и весь мир это видео дорогие друзья вы думаете это не видно поэтому сегодня мир будет играть лидерами кто умеет это победит и сегодня на карту стоит кто будет управлять головой в россии это очень важно три единая русь украина россия и беларусь три единая понимаете узбекистан казахстан мужского мужской пол это же не просто так поэтому нужно понимать где это священная война и я вам открою сейчас где эта война чтобы вы понимали кто чужой для вас а кто свой поэтому все начинается семье тассинки не рождаются при сынке и конечно же проблема в мужчинах есть то есть мужчин за эти сто лет лишили хозяйства где это и самое главное я вам давала лекцию женщина на которых женятся женятся и женщина с которыми дружат содержанка не может быть хозяйкой и мы сегодня видим как весь мир показал нашим этим содержанкам что они никто у нас это не 41 год 45 они пытаются прошлой память поднять родина отечества опасности обманывать наших мужчин потому что иудейские мужчины они могут воевать они не могут защищать родину отечество они могут только врать и воровать они сегодня попрятались в окопах рисуют какие-то ролики что они там бою то не все офицеры у нас понимает там особенно певцов и танцоров разных да ушу его там вроде сын погиб он песни пел я не знаю что там происходит но посмотрите вот за по зарубежные то что мы не видим они же нас закрывают а там они рассказывают какие они прямо еще герои все вот и обратите внимание что вот эта часть вот это вот мертвая живая она очень сейчас четко проявилась поэтому к ним идет аудит ребята о чем вас там происходит и они задергались забегали они говорят рф это россия но рф это не россия чья россия кто учредитель поэтому команды сынами слабок вы нотариальных доверностях живы мы восстанавливаем то что было с 1917 года пользуюсь родословной законными правовыми юридическими финансовыми инструментами и на нашей стране комитет 3x 3x все спецслужбы самых мощных структур мира не национальных даже то есть нам не надо война разборки мордобой у нас конкретные документы по факту которые идут в юриспруденции наций мы это будем красиво доказать исками документами так далее а вот когда уже люди будут не понимать тогда может быть и силовой блок новейшие технологии вот китай приехал в россию захотел отправить надежда кричит китай захватит как китай захватит когда китайский император попытался здесь сесть володин переобулся за один день с китайского императора сразу на чумбу-юмбу и все остальные вся не поняли что китайского императора здесь не будут долги русский народ не будет отдавать мы не украинцы а ведь зеленский национальный лидер еврейского народа из секты иудаизм подписал на 300 лет долгов на украинский народ на украинцев а кто ему позволял он что украинец нет мы видим прекрасно что на украине идет спецоперации дурдом этот весь идет братоубийственная война потому что возглавила возглавила и возглавил кто сатана идеологическая основа украины сегодня не украинец возглавляет украину где украинцы должны жить национально а у вас голове иудеи евреи понимаете вот что там происходит и поэтому там идет что братоубийственная война между русскими украинцами и они кричат берге что это самый лучший вариант войны убийства русских украинцев вот они не стесняются это понимаете то есть вот что произошло в украине и мир не хочет чтобы это было что в россии было как украина поэтому не понимает и уже медведев заявляет был национальный лидер в начале 7 декабря общенациональный то есть они отступают отступают риторика меняется но где же вот эта ситуация врага поэтому сегодня очень важно чтобы мы русский народ не поняли где свой свой где конечно в семье у вас же все в семье брат сват мы все друг друга знаете род все свои за рамками семьи рода инородцы вы не знаете свой или чужой как вы определяете по родословной вы определяете по религии конфессии по поселку да и третий момент самый главный под действием обертка не всегда является той они меняют фамилии посмотрите они меняют даты рождения они делают классические операции то есть они пытаются 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 но сегодня такие технологии которые легко отделяют зерна от плевел деструктивных которые живут по идеологии как зеленский у которых кстати справка с пнд уже чтобы у него не отняли что он взял и люди которые один народ божественный у которого одна идеология мы все вместе жили и независимо того какие были слои судили всех одинаково понимаете поэтому сегодня весь мир понимает что вот на этом противодействие сорняков и культурных растений самый мощный культурным растениям вырос русский многонациональный божественный народ если вы нужно снять вот эту маску понимаете а иудейский народ конечно же это народ который не способен это молодой народ деструктивный болезнь социальной шизофренией который не способен построить ни одно государство куда бы они шли куда бы они пришли везде гонят гонят и гонят и он не божественный народ это народ который с помощью страха обмана лжи захватил искусственную систему финансовую если она глюкнется они разденут в трусов я напомню что когда был керенский керенками печки потом топили они же тоже туда лезли вот сегодня может случиться так что бумажками могут печки топить но они пытаются сделать крипто системную валюту и туда уже лезть через естественный искусственный интеллект не понимая что это такое поэтому вот очень важно ближайшее время будет колоссальная волна информационной поверьте мне они будут готовить новую революцию в россии то что они сделали в 2017 году для чего чтобы уничтожить до последнего эти семьи роды которые есть чтобы заявить что русский народ не может собой управлять что они чокнутые снесли путина ну и соответственно что показать деструкцию что им нужно управлять через иудейскую нацию то есть вот так они хотят выставить настройку но у них это не получится и уже не получится потому что весь мир шоке после таких вот мероприятий то что они делали везде и сатанистей везде есть черное и белое есть корреляция но наши превзошли всех поэтому никто в мире не даст российской федерации его менеджменту из этой безобразию этому остаться и сейчас обращаю ваше внимание духовные связки так небеса нет бесов браки заключаются там духовное начало чем отличаются структура православия прав славь от идеологии сатанизма где сатанизм а где прав славь это были самые сильные противоречия не беру сейчас христианство кто хочет я просто почему делаю контраст потому что меня вопрос касается россии мы же рассмотрим прославь право славные право славит право право какое право и вот здесь я хочу чтобы все дорогие видели что сегодня кирилл вы помните ставил на трон в россии инцессницу которую николай второй родственник отлучили в свое время даже от семьи за вот это прелюбодеяние и кирилл ее пытался толкать на трон конечно все были возмущены что это не рпц это реально в образе рпц выступает сатанизм сто процентов и вот это был фактом действием подтверждения кирилла что рпц это церковь сатанистов именно когда он начал ставить на трон вот эту марию уже романову самозванку и посмотрите шойгу поставил ей охрану глазев там руки целовал все 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 метрофанов все они там ходили она медали раздавала то есть они миру все показали но народу то не сказали а мы когда все увидели скрыть вы чё за безобразие то понимаете поэтому интернет сегодня это то поле где выявляются формы взаимодействия и это как раньше были вот понимаете сегодня есть дипломатические корпуса которые представляют интересы национальных групп которые обладают капиталами накопленными а есть народные группы которые в интернете представляют интерес своих народов лидеры они живут как народ и эти лидеры эти народы более интересны глобальной системе но глобальную систему я давайте определимся многие говорят глобалисты 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 понимаете нельзя слово глобализм присваивать деструкцию глобализм это значит объем это значит масштаб понимаете это то же самое как планета земля объявить и пытаться придумывать приватизировать ее то есть вот в чем деструкция огромное количество вот этих вот преступников они пытаются всем приватизировать хорошее слово и дать ложь по этому слову поэтому смотрите вот если вы увидите деструкцию составления семьи чем отличаемся свой чужой то я хочу чтобы четко понимали теорию и философскую прав славь если мы берем браки сегодня на территории россии берем нарусову которая родила у нас деструкцию собчак лично для меня деструкция стопроцентная эти люди не могут быть как собчак кандидатом не то что президент вообще никуда но в российской федерации она может быть кандидатом у них культ сатаны под идеологией российской федерации конституции они могут все что угодно чем не потребнее тем лучше и у них по маме по маме по маме посмотрите количество женщин которые в россии я по маме еврейка я по маме еврейка а зачем это заявлять то есть они показывают подтверждают кулька пульт сатаны а теперь вспоминаем сатана муж и жена одна сатана то есть русская поговорка сатана это правление женщин над мужчинами мужчина никто советский союз зарплату приноси что у нас сегодня происходит стране посмотрите у нас мужчина будет я не признаю ребенка это не я ему говорят ну все советском союзе был очень интересный случай с футболистом когда молодой человек проснулся после праздника одного а у фотографии вот спал со мной а эта дочка одного очень партийного босса а он уперся и не буду жениться но не буду жениться что вы думаете написала заявление что он ее изнасиловал его посадили в тюрьму это наблюдал весь советский союз многие эту страшную историю знает он сидел тюрьме он казался жениться слова чести не спал не помню не буду а сегодня в россии огромное количество женщин ловит мужчин и уже специальные схемы даже есть приставы которые возбуждают уголовное дело за неуплату элементов это при том что мужчина ведь не я не это и даже более того я знаю что не хочу рассказать о многих олигархов которых стали очень крупными бизнесменами и вот эти вещи использовались то есть сатана это женщина семья сатана управляет жена культ сатаны то есть она управляет поэтому три ведьмы флейта волшебная флейта моцарт дрались за сына короля за сына за отца не драться не могли анна болеин 40 лет поднималась вместе со своим дядей их семья наверх две недели от рук берегового вот сейчас будет то же самое поэтому нужно понимать это вот эти женщины я по маме я по вами вот они в россии все по маме и что они по маме натворили вот она родила кого она родила на русово а где первая жена собчака понимаете поэтому лукашенко держится не сдает свой народ вадимович путин держится смотрите они же могли бы вторые жены дать посмотрите кто по одному держится мужчины держатся славянские мужчины не женится ин деструкции а А почему еще не женится? Потому что первую леди, мать нации в юридическом формате, должен народ признать. А если народ ее не признает, то ее никто не признает. В других странах мира, понимаете, в чем дело, равные садятся за стол с равными. А не просто хочу. Не может женщина, мать, уважающая себя, которая выходила замуж, родила детей, счастлива в семье, сесть за стол переговоров и рассматривать интересы женщины, с которой дружат, которая плачет из своего кармана, а не из бюджетного мужчины. Он имеет право содержать, содержи, но не из своего бюджета, вместе с женой, если хочешь, как на Западе, либо чтобы жена не знала, как в России это делали. Но это содержанки. А когда народ видит непотребство, он не соглашается. Поэтому сегодня, посмотрите, огромное количество женщин, мужчин у нас в постсоветском пространстве публично не заявляют о своих вторых половинках, как Собчак. Хотя их развели. Почему? Потому что их не примет народ. У народа настолько, у нашего божественного, древнего, именно божественного народа, совесть, совесть вектор Бога, вектор развития природы матушки. Понимаете, не будет этого вектора, не будет развития. То есть народ настолько совестливый, что он не примет деструкцию. Не примет деструкцию. Поэтому, когда Гундаров рассказывал жену Бей и так далее, он не считал никогда домострой. А тот домострой, который давал в Советском Союзе, это была дискредитация, домстрой наших предков, уклада уничтожения. Не было такого. Да боится жена за мужа своего. Ее забирали из семейного союза, брал муж, он отвечал за нее головой. Если с ней что-то случится, он отвечал перед отцом, перед братом, перед ее семьей. Откуда семейные суды, мы будем потом это разбирать. Они сейчас существуют. И обратите внимание, то есть самый главный еще момент, боится жена за мужа своего. И никогда мужчин не избивал, потому что я жила в этих общинах. Я даже знать не знаю, чтобы там кто-то кого-то бил. Поэтому почему, обратите внимание, вот они сейчас делают. Людмила, сила духа, они пишут. Они даже не могут сказать, что она слабая была, плохая. Но они поливают грязью то, что делают их девицы. Выходя замуж за богатых людей, скорее давай на меня оформляй. Активы, то оформляй, это оформляй. Они не имеют даже образования. Вы понимаете, если возьмете Алину Кабаеву, она хорошая девочка. Но она что, закончила журфак? Она закончила филологический? Она закончила какие-то вещи? Вы читали ее книги, что она возглавляет СМИ Российской Федерации? Она может возглавлять СМИ Российской Федерации в естественном праве? Конечно нет. Но в этой Российской Федерации она может возглавлять будущее спорта, прийти и возглавлять СМИ Российской Федерации. И самое главное, рассказывать про автомат Калашникова. Это в естественном праве неприемлемо. Там четко. Поэтому этот культ женщины, культ сатаны, он в России превалирует. Мужчина там никто и звать никак. И мужчинам ошибли память, кто они. А сейчас мы их восстановим. Так вот, сатана, я по маме, во всех странах мира это не приемлет. Я вам говорила, в юридической системе приняты законы в Европе. Они ходят с транспарантами, дайте собственность. Но вот им они собственность. Они не понимают, что это ложные цели. Но самое главное, там приняты законы, по которым нужно сдавать уже ДНК. Если молодой человек видит, что ДНК битая, то все, до свидания. И где-то в странах даже на определенном сословном уровне это является обязательным для семьи. А в России, что хочешь делать там, и вот даже выступают сексопатологи, яйцеклетка должна из семи сперматозоидов, яйцеклетка. Сама яйцеклетка должна быть из семи сперматозоидов кого-то чего-то. То есть они пытаются что сделать? Они пытаются уничтожить ДНК женщины. Чистая ДНК, потому что продолжение рода, здоровый ребенок, это очень важно. Они пытаются накормить женщину, быть всеядной, отребьем всем. И они рассказывают вот эти сказки, что болтов много, винтиков, найдем-ка там. Понимаете, а у русских была православь. Через ментальный опыт духовный, на небесах браки, найди. Одно дело чакрами чувствовать своего человека, своего. А другое дело, когда семьи и роды соединялись на века, планы строили. И вы планы деда и прадеда выполняете. И когда вы чувствуете другого человека духовно, а не чакрами нижними, пробуете там каждого, понимаете, эта разница колоссальная. Поэтому русский многонациональный божественный народ, да, у нас разные конфенсии, разное ДНК развития мозга, но мы были букетом колоссальным на этой территории. И именно вот этот букет, в зависимости от того, что происходило, та или иной народ, он давал ту информацию. Вот представьте, самый успешный, и это я вам точно могу сказать, потому что нас не только этому учу, я сама всегда стараюсь делать такие вещи, но не всегда получается. Самая лучшая команда, которая выполняет обалденные задачи, это разнопрофильная команда. То есть когда вы не смотрите на возраст человека, вы не смотрите на его пол, вы не смотрите на его, там, какие-то вещи, но вы знаете его образование, вы понимаете его прошлое, какие он проекты решал. То есть его решение очень важно. А координаторы, которые находятся в этой позиции, это самый лучший менеджер. То есть умных людей собрать, дать задачу, они решат. Они могут не дружить, они могут не общаться, они могут ссориться, но они профессионалы. Вот это вот формат социального государства. А когда мы говорим о семье, о семье, это очень важно. То есть эти люди в профессиональном формате должны иметь обязательно стул, на котором они сидят, а это семья. Поэтому всегда профессиональные бизнесмены, у кого дом полная чаша, в формате искусственного государства они все успешные. У кого нет полноценной семьи чаши, семь я, семь я, семь стульев, то, соответственно, человек как без ноги. И естественно, в искусственном государстве что возникает? Он решает вопросы не те, которые интеллектуально не надо решить, он увлекается на что? На биологию, на нижние чакры. Он пытается решать вопросы, которых дома он не получает, где-то так же и женщина. И вот это вот размывает ситуацию искусственного государства и естественного. Но самое главное, что я хочу сказать, в чем выражается ситуация православь. Почему это самые священные браки? Даже не браки, я хочу сказать, союзы. Почему опасные общины русские, которые жили не деньгами, главное переплетение общин была кровь. Кровь, здоровая должна быть кровь. Почему суррогатные женщины? Ведь ребенку кровь кто дает? Мать. Хоть суррогатная, хоть не суррогатная. Поэтому суррогатная мать в семье это одно, родственница. А другое дело, чужая женщина. Она же передает кровь. А что такое кровь? Я давала вам лекцию, что такое божий помазанник. Посмотрите ДНК. Кровь определяет древность вашего народа, вашей семьи, вашего рода. И чем дольше у вас ДНК взросли, и в зависимости от того, какая она, в зависимости от этого у вас ментальная память, опыт. И поэтому вы переносите знания этим ДНК. Почему отец, сын, святой дух? Почему Мхенсоль говорил о том, что надо убивать белыми мужчинами, должны убивать белую женщину? И они это успешно сделали на территории России. На территории России. То есть вы понимаете, в США они сделали это с индейцами коренными, там на социальных пособиях рождаются, на социальных пособиях умирают. Но естественное право выборщики, очень маленькая группа, и они все естественно правят за ложь, смерть, чтобы хоть как-то коррелировать. А здесь они пытаются сделать то же самое. И вот в настоящее время, где вот эта святая война, почему важно глобальная система, выживет ли человеческая цивилизация, изменит ли курс направления, в России идет сегодня эта священная война. То есть там, где мощный культ сатанизма, засел и кормит все вот эти пуповины, газ, нефть тащат и так далее от нас, кормится вся эта деструкция, страновая элита. Все остальные, кто национальные элиты, на интеллектуальном высоком уровне находятся. Они продают технологии, они контролируют ситуацию, они могут не иметь природных ресурсов, но они за знание тех или иных, как говорится, технических процессов, как катера делать, как еще что-то. И вот понимаете, у меня был формат создания нового государства через металлургию. То есть я должна была через металлургическую систему создать новую цивилизацию, перейти через ВМФ в новую систему контроля, экоконтроля. И дальше идет новая уже цивилизация технологичная. Мне это не дали сделать. То есть мы везде патенты во всех странах мира сделали, но я не смогла выйти в США. То есть там засело вот это зло, которое забирает патенты, убивает и так далее. И если бы не было других центров защиты, то, конечно, я понимаю, чем это могло закончиться. Поэтому все равно есть высший центр формата. И ведь государство создается обязательно через дело. Какое дело? Маленькие государства, специализация. Поэтому вы-то видите народовластие, демократия снизу, где собрались непонятно какие, после войны и так далее. А основная задача держав, это семья, род, которые самоочищаются от деструкции через естественное право природное. В семье вы не дадите управлять семьей алкашу. И никто его слушать-то не будет. Будет слушать кто сильный, кто руководит, кто по морде может дать в семье собственной. Поэтому власть человека определяется в своей собственной семье. И только потом эти люди выходят наверх, как лидеры родов государств. А не как Киренко собрал, будем лидерами, пойдем прыгать с парашюта. Ну и что? От того, что он прыгал с парашюта, что он получил власть? Нет. Это искусственная система. И поэтому задача искусственной системы сегодня удержать русский народ вот в этом фейковом СМИ, где деструкции, и докормить ложью, чтобы люди видели только ложные цели и видели, я бы сказала, вот этот мир совершенно по-другому. То, о чем даже масоны, посмотрите, ведь масоны, это положительный был формат. Они хотели убрать иллюзии, шторы с глаз людей. Понимаете, не надо эти границы, не надо эти спецслужбы и так далее. Но их облихлеветали. Когда многим рассказывали о том, что Папа Римский один был из тех лиц, которые находились в концлагере, отказался служить в гитлеровской Германии, находился в концлагере и освободили советские войска, мне много говорили, да вы что, такой был Папа Римский? А вот эти два Папа Римских, которые отказались подписывать, подпись ставить документы, 22-й год, и ушли в то свет, которые иудеи требовали подписать. Вы об этом не знаете. Конечно же, Российская Федерация все это не расскажет. Их задача кормить вас культом смерти, показывать, как хуже, и заставлять вас ментально думать не о своих предках, а молиться на культ смерти Ленина, молиться на тех, кого вы не знаете лично, бояться врага, который там неизвестно кто, а там идут семьи и роды. И сегодня вышли как раз лидеры роды и семьи наводить порядок в глобальной системе. И сейчас стоит вопрос, кто возглавит глобальную систему сверху и наведет порядок через единую систему управления, культа и права. Поэтому 400 лет, что они вот эту паутину плели, она будет смахнут. И вот эту вот Анну Болейн, которая 40 лет лезла со своим дядей и за 2 недели отрубили голову, это уже произошло, считайте. Сейчас только будет скоро отрубание голов. Поэтому сегодня в России будет идти обезглавливание и возглавливание вот этой Российской Федерации, они это понимают. Поэтому очень много кричат, менеджмент в Российской Федерации все прекрасно. Менеджмент в основном в Российской Федерации в финансовой системе весь лесбийский, чтобы вы понимали. Это знает весь мир. А их пары, которые крышуют, я бы сказала так, искусственные семьи, это естественно педерасты вот эти. Понимаете, нужно говорить открыто об этом. Поэтому Сталина что делает первое время? Правда должна быть четко. Первый вообще указ Сталина, чтобы вы понимали, это медицинские комиссии в армии, чтобы оттуда убрали тех, кто вносил деструкцию в мужской дух. Понимаете? Мужчина не может говорить одно дело и другое. Но эти люди имеют место быть. Поэтому если вы посмотрите разницу культа, вы увидите, что нам показывают, что римский папа повенчал там педерастов. Да, но педерастов и лесбиянок фамилии все известны за убежом. Они все известны. И если папа римский какой-то пойман на педофилии, его судят по законам, которые публичны. В России, вы видите, у нас ловят священнослужителей, которых ловят на педофилии. Они бегут в Израиль и садятся в ПНД. И никого не осуждают здесь. Посмотрите, сколько обращений было ко мне. Вот я не смогла эти вопросы решать, потому что это не моя компетенция. То есть мы не знаем наши списки лесбиянок наверху, финансовая система. Мы не знаем списки педерастов Госдумы, Совета Федерации. А там все известно, чтобы вы понимали. Но мы видим, что у нас здесь Владимир Путин один. И на него льют грязь, что он однополые браки. На него льют грязь, что он там бил и Людмилу. Показывает, то есть мы это все видим. И обращаю ваше внимание, что сегодня есть монокультура. У нас 98% людей, 100% когда они узнают, что их ввели в монокультуру, и они теперь второй, третий слой, а многие из них не согласятся. И это вызовет революцию. И поэтому нужна революция, чтобы люди больше знали, поднялись на вот этот формат, их зачистят глобальные технологии. Почему? Потому что Китай захотел быть в России правец. Вот они приехали, уехали, и увидят, что у них колоссальные наводнения. То есть все технологии Никола Тесла, они действуют очень мощно. Если какой-то национальный лидер не поймет, куда он пошел, куда полез, и так далее, то ему быстро это покажут. Поэтому сказки Надеждина, что Китай нас захватит, просто смешные. Это показывает деструкцию Надеждины, которая не разбирается вообще в финансовой системе, и не рассказывает Надеждину, что откуда деньги-то пришли, 33,3 миллиарда, кто Надеждину и всем дал на выборы президента Российской Федерации, чтобы нарисовать кучу 106 миллионов умерших живыми, что не проголосовали за Леонидовича Путина. Вот этот вопрос очень важный, дорогие друзья. Поэтому сегодня очень важно понять, что каждое сословие должно себя самоидентифицировать. И сегодня мы видим, почему они рисуют ролики за границей, что мы боремся, мы в окопах, мы там еще. Они самоидентифицируют себя и пытаются убедить всю мировую элиту, что они такие же дворяне, как и те. Но те же видят на них, смотрят, что деньги быстрые. А самое главное, они не решают никакие задачи Российской Федерации. Их менеджмент интеллектуально слабый, они не понимают, что по технологиям ДНК они не просто проигрывают. Это, понимаете, это груднички по сравнению с мужами, которым по 500, по 1000 лет. Но я имею в виду с точки зрения развития. И поэтому, за что готовы умирать? Вот понимаете, сейчас стоит очень важно, кто, какой народ, за что готов умирать. Вот ответьте в своей семье, в своем роду. Мужчины, за что вы готовы умирать? Вот Соловьев кричит, что идите за Родину Отечества с 1941 по 1945 год. Но тогда была коллективная безопасность. А сегодня санкции к семье Соловьева. И он кричит, Родина Отечества, идите, полковник или генерал Попов, иди Соловьеву санкции сними, потому что его жена и мама деструктивные. И они сатанистки. Они не хотят, они боятся выйти, защитить. Ума не хватает, как это сделать в правовой системе. Иди, Попов, русский, защити. Отби мне дворец, который я купил в Италии, на незаконные деньги. А сейчас мои женщины не могут отбить это в общественной системе. Вот что сегодня видит весь мир. Поэтому вот эти санкции имены, это санкции сатанисткам, которые управляют мужчинами, это деструктивным семьям. И их вывели. Поэтому все, кто находится в списках санкционных, это семьи сатанистов, где правят женщины. И если бы это не так, то женщины должны выходить и решать эти вопросы в правовом поле. Если они в правовом не решаются, они решаются войной. Семья род. И поэтому вот эта вот деструкция, которую выявили на территории России, у них санкции сегодня. И обращаю ваше внимание, и они интеллектуально ничтожны. То есть да, они очень дешевые люди, как Собчак. У них есть огромные капиталы, краденые. И они опасны для мира. Вот сегодня они опасны. То есть Российская Федерация, ее менеджмент, и все, кто сегодня орет на русском языке про Путина, про холодильники, про то, что там Людмила Путина с коллекторами и с мужем там. Но правды нет, мы не видим самих людей, но мы видим ложь, ложь и ложь. И поэтому обращайте ваше внимание. Так вот, за что вы готовы умирать? Почему русский народ божественный, самое главное? Почему его выбрали самым божественным? Почему он даже не назначен? Никто даже не оспаривает это. Понимаете, мы будем править миром, но начинать мы будем с себя, если мы очистим нашу Россию от Российской Федерации, если мы очистим нашей семьи от этой деструкции, если мы очистим голову свою от этих вот планов, которые нам закладывают, прилетит комета, мы все умрем, вместо того, чтобы смотреть на свою семью, если мы не будем участвовать в этой колоссальной войне, которая сейчас развернется, а я бы сказала, не волне, а колоссально информационном, деструктивном, я бы сказала, таком вихре, который пойдет организованной кучкой иудеев, рассказывающей, что там 106 миллионов проголосовало за Путина. Что делать? Я отвечаю на вопрос, что делать? Дорогие мои семьи, рады, кто меня слушает, кто прослушал Родоведение и Мироведение, где мы уже весело танцуя пойдем с вами на вторую часть домостроя, где будут веселые, классные песни, веселые, потрясающие фильмы, и мы уже будем с вами строить нашу Россию через свои семьи. Так вот, я хочу вам сказать, помните, я вам рассказывала случай, когда идет тайфун, русские, хватайтесь за руки, давайте быстро, и все остались живы, а снесены были дома, коттеджи, вихрь прошел, вот сейчас готовимся, ребята, сейчас будет огромная колоссальная информационная волна, русские, беритесь быстро, с семьями, давайте быстро, и убирайте глаза, опустите вниз, не смотрите ли вверх, смотрите, но в любом случае хватаемся друг за друга в информационной социальной сети, чтобы знать правду, с командой Веслобоковой, и ни в коем случае не участвуем ни в каких, наша задача быть стабильностью наших семей, спокойствием, ни в каких митингах, ни в госпереворотах, не обсуждаем никакие вопросы, не участвуем никаких, вот этих вот деструкциях на 33 миллиона и так далее, подписи не сдаем, они все видны, понимаете, наши семьи дееспособны и полноценны, за что мы готовы с вами воевать, за что мы готовы нашу жизнь отдать, за нашу землю, за наших мужчин, за наших женщин, за наших детей, жить только по совести, решать только вопросы по правде, только вопрос, сказал слово, сделал купеческое слово, никакой деструкции, браки, нет, союзы, союзы на небесах, где нет бесов, и четкие принципы и правила, которые были когда-то, да, и плюс новейшие технологии, о которых говорит Волон в театре, поэтому вот эти моменты рациональные и рациональные, очень четкие, и сегодня очень важно понять, где вот эта ситуация, поэтому украинцы, белорусы, русские, безусловно, должна пройти реструктуризация военных сил, почему, потому что мы видим, что Российская Федерация, все ее структуры и Украина, это два мертвых государства, которые просто перемелевают живых, живых, понимаете, вот о чем, а там дают совершенно другую картинку, и вот сегодня я хочу обратить ваше внимание, за что мы готовы умирать, почему божественный народ, потому что, дорогие мои, вот в этой, муж-жена, одна сатана, где жена только за деньги, выходит замуж, и у них там вахты, муж не принес денег, домой, зарплату, советский период, выгоняет его к чертовой матери, разводит, разводит союзы мужчины и женщины, белых, как они говорят, белых душой, белые-то не белые тем, белой душой, почему, муж нужен, вы думаете, я не прошла этот этап, я прошла этот этап, потому что вы мне скажете, Веслабок, вот ты же вот рассказываешь философски, у меня тоже были ламихузы, у меня тоже ламихузы пришли и забрали, моего, может быть, любимого, понимаете, он поручик Ржевский, но моя любовь перешла в мою семью, от него, в мою семью, к его детям, и две семьи удержались, а ламихузский ни в его семью не вошли, ни в мою не вошли, хотя я взяла фамилию отца, сразу быстро убежала и взяла по правилам, развод девичья фамилия, чтобы защита шла с моего рода, если я ушла из-под его защиты, и у него, но мы остались с его семьей, две семьи вместе, а он остался один, ламихузский не залезли в наши семьи, в наши семейные советы, и он не может ничего сделать, вот он бегает, а мы думаем, ну найди еще такую семью, вот как его и моя, ламихузский не залезли, потому что мы все объединились против всех ламихузов, которые развалили мой союз, и вот сейчас я хочу сказать, за что борется божественный народ, за что он борется, самая высшая ценность в этом мире, это любовь, любовь, и куда вы направляете любовь, там начинается рассвет созидания и развитие человеческой цивилизации, любовью можно убить, любовью можно оживить, это вода живая и мертвая, помните, и любовь и жизнь, конечно, ходят вместе, любовь женщина, любовь сатана, зло, свет, и они всегда в зависимости от того, в гармонии, я сейчас не буду рассказывать философские, краски черные и белые, черные и белые, радость, смерть, где находится ваша семья, черная, белая координата, вспоминайте, радость, смерть, где вы находитесь, где ваша семья, если у вас смерть, зло в их царстве, если у вас вы спокойно воспринимаете события, даже люди ушедшие, вы спокойно с радостью молитесь им, вы здесь, радость души, радость царства здесь, и здесь у вас, соответственно, свет, идеология идет изнутри, поэтому, почему любовь, я хочу объяснить вам не просто это, а объяснить, что любовь рождает любовь, поэтому все, кто жил, у кого папа с мамой были вместе всю жизнь, вы понимаете, что вы рождены в любви, в добре, вы понимаете, что мы другие, слой чужой, а они рожают деструкцию, ради денег, посмотрите, вот передача, с обитого и там женятся, а машина у тебя есть, а квартира у тебя есть, мы обсуждали с вами родовая женщина, мы это обсудим, как раз, понимаете, то есть у нас, когда браки на небесах, или союзы, мы говорим на небесах, там не рассматривают материальные активы, а народы молодые, восточные, Азия, посмотрите, возьмите шейхов, у них-то по 40, по 50 жен, и никто не знает, какой он там звезда, любил он ее, не любил, а может ли он вообще любить ее или нет, почему 40-50 жен гарема, а у нас одна, и она все умеет, понимаете, уровень древности, знания, накопления, ментальности, опыта, передается через женщину, дух, святой дух, я вам это рассказала, это биология, рационально и иррационально, поэтому, когда мы говорим о духовном, это изучение реальности, с помощью иррационального, а если мы говорим о рациональном, это изучение мира, через практику, но они должны быть гармоничны, где-то, конечно, не по-разному будет, и поэтому, почему русский народ, потому что он гармоничен с природой, у них не было лжи и зла, посмотрите, пожалуйста, гафта, посмотрите, великолепный диалог, посмотрите, ведь все наши оставили, а Моцарт всем оставил, рассказал, что будет завтра, и это буквально волшебная флейта, будет вот в ближайшее время в Москве, а раньше она была только в Италии, в Германии, вот, все, пожалуйста, смотрите, вы узнаете, что будет завтра, кстати, что будет завтра, как будет развиваться человек-стивилизация, по каким направлениям мы будем рассказывать о художественных фильмах, не только те, которые выпускают деструкция, они же тоже фильмы выпускают по всему миру, чтобы их сатанисты смотрели, им рассказывали, смотрите такой-то фильм, вот скоро в Домострое 2 и 3 я буду вам показывать наши фильмы, и поэтому фильм о Чубайсе я вам показала, фильм о том, кто убивает любовь, я вам тоже показала, в Домострое, в первой части убивают любовь те мужчины, которые ее потеряли, они понимают, что они в мертвое царство попали, все, они погибли, а что показывает нам сегодня Владимир Владимирович Путина, он потерял Людмилу, нам показывают, вахту объявили, он показывает, что он потерял любовь, понимаете, и он не восстановится, а он общенациональный лидер, нам такой, вот мне, например, общенациональный лидер один неинтересен, у меня другая Россия, у меня папа и мама, понимаете, и это сейчас идет по каждой семье, и в зависимости от того, какой лидер продуцирует модель управления семьей и родом, вы должны найти этого лидера, потому что это будет идти система защиты, сначала ментальная, духовная, потом будет идти уже юридическая, потом финансовая, а потом будет силовая, если вы не определитесь, то, конечно, огромное количество народа стало удобрением, да, но почему, да потому что, когда возникали ситуации климатических форматов, то подключиться к Грегору, я еще раз хочу сказать, рациональному, это делается только через женщину, и сейчас я вам это докажу, и так, к практике, а практика очень интересная, я очень рекомендую, после того, что я сейчас расскажу, про монокультуру и так далее, обязательно посмотреть, я вам крайне рекомендую, очень, посмотрите, пожалуйста, фильм «Звездная пыль», посмотрите, великолепный фильм, она сказка, но сказка пыль, сказка ложь, давний намек, добрый молодцем урок, и поэтому я очень хочу, чтобы вы обязательно ее посмотрели, потому что эта сказка, она будет, я думаю, что в ближайшее время, мне так кажется, по крайней мере, я думаю, что кто в моей команде, будем толкать эту тему, обязательно, нам не нужна деструкция, нужно естественное право, нам нужно правильнее, понимающиеся, непосредственно, принципы, которые выполняются всеми слоями общества, чтобы был порядок в головах, а не вот это вот, понимаете, то, что они устроила Российская Федерация, и вот это вот, как написала одна моя подписчика, как говорится, это не бал сатаны, это бал какашек сатаны, извиняюсь за выражение, вот, поэтому сейчас я хочу вам рассказать очень важную историю, что же такое любовь, понимаете, многие из вас не понимают, что такое любовь, не понимают, поэтому, почему русская нация, даже не нация, русский народ, многонациональный, ведь, понимаете, почему он будет управлять человеческой цивилизацией, и почему на территории России будет выпрямлять эту человеческую цивилизацию, а деструктивную отрезать мощно, и почему очень важно видеть своих лидеров, которые говорят достоверную информацию, в социальных сетях, чтобы сохранить стабильность, этот балласт, экономический, политический, а самое главное, духовный, внутри вашей семьи, и сохранить себя сейчас, чтобы мы перешли этот колоссальный рывок, который готовился 400 лет, ну, вы знаете, какое классное мы время живем, какие возможности у нас открываются для тех, кто сохранил себе совесть, память о предках, кто вспоминает своих предков, они молятся на кресты, у кого дома летят фотографии умерших бабушек и дедушек вместе, дядей и так далее, у кого родные фамилии, вы представляете, какой духовный уровень силы вы имеете, да вы не представляете, вам не стыдно, вот я вам рассказываю, вам не стыдно, я знаю своего деда, прадеда, прапрадеда, у меня подвиги, мои женщины, помните, я одна такая, вот я одна, развелась первым, вышла второй раз, я такая одна в семье, очень необычная, хочу сказать, а у меня всегда все женщины выходили один раз замуж, и были всегда счастливы, за мужи выходили, понимаете, и семьей объединялись, даже я выходила семья с семьей, поэтому ломеховские ко мне не залезли, то есть понимаете, а за мужчину воевать нельзя, вы неравные, это важно знать, поэтому вопрос хозяйки Польши, как в Польше это было, мы разберем, откуда социалисты пошли, и дорогие друзья, обращаю ваше внимание, я хочу объяснить вам этот принцип, потому что я недавно думала, как же мне вам рассказать, что такое любовь, понимаете, философы, посмотрите наше видео, бизнес-завтраки субботние, любовь придумали русские, чтобы не платить, а иностранки говорят, вот я сидела просто в кафе на Маяковке, француженка из банка, немка занималась промышленным сектором, и я, которая заработала деньги, на идеи реализовала, вот сидели, принимать мне в Россию не принимать, я говорю, не принимать, потому что, вы что, напишут мне, что я украла, убила там антисемитка, аферистка, и заберут те деньги, которые должна получить, не надо мне ничего сюда, будем жить спокойнее, вот они мне говорили, русским вам завидуем, русские мужчины вам дарят сердца, а наши Мерседесы говорят, да, мы такие, русские придумали любовь, чтобы не платить, так вот, любовь, сколько бы эти дешевые людишки не получали денег, любовь они купить не могут, поэтому посмотрите с детьми, уже послушав мою лекцию, с детьми, посмотрите с детьми, посмотрите сказку «Звездная пыль», обязательно, это очень интересная сказка, но так и будет, и это очень важно, для детей, кстати, мы тоже программу будем делать очень интересную, с января, и вот, где эта любовь, почему русские, почему русские, почему не другие цивилизации, нации, почему русские, я хочу вам привести пример из своей жизни, потому что я практик, понимаете, мало иметь теорию, мало того, что тебя учили, ее нужно применять на практике, тогда ты будешь счастливым человеком, тогда ты понимаешь технику безопасности твоих предков, которые они накопили годами, и самое главное, что ты подчиняешься этим принципам и правилам, ты управляешь над собой, над собой, ты управляешь, как говорится, своими инстинктами и так далее, в том формате, как тебя научили твои предки, ты счастливый, то есть, что-то ты убираешь, где-то ты себя поджимаешь, но ты управляешь своим телом, своим разумом, сознанием, ты управляешь, это очень важно понимать, и тогда ты счастлив, и вот сейчас я хочу вам показать высшее состояние любви, которое рождает любовь, вот мы видим с вами Нарусу, она родила Собчак, вот вы хотите такие браки, вы видите, хотите такую дочь, которая недавно сказала, ну, мама умерла, ребенок умер, муж, ну, 40 дней прохоронила, там, как по православию, чтобы народ вроде не позорил, мало ли, что люди скажут, а потом пошла дальше, значит, что хочу, то и ворочу, вот люди, которые выкидывают близких возле себя, просто тело умирает, выкидывают в помойку, и они даже не помнят, что было, то есть, вот это уровень, дырка вместо души, говорят, да, ну, это же, да, муж и жена одна, сатана, но я могу сказать, что даже сатана, даже сатана никогда не выйдет против любви, потому что они находятся вон в каких, он раб, рожденный рабынями, мечтающий о своих рабах, а любовь, она рождается волей, волей, это высшая духовная система, понимаете, и даже сатана мечтает, иметь сказка, вспоминайте, любовь, чтобы его полюбили, даже он мечтает, вот многие писали, я вам рассказывала, потрясающе, почему Елизавета, почему Екатерина Вторая, почему Два, Два, почему Елизавета Вторая, почему Екатерина Вторая, почему Два, потому что ломали первую семью, ломали первый союз, вспомните, Екатерина Вторая, как она обсуждала браки своих непосредственно внучек, внучек, мы же с вами разбирали это на родоведении, на мироведении, она обсуждала в союзном контракте родов, какая будет вера, вера, а сегодня в России веру подменили, и она писала православие, чтобы муж вступал в православие, понимаете, почему, когда шейхи женятся на русских, у них одна жена, а когда нет русских славянок, там у них гаремы, вы чувствуете разницу, одна и много, дорогая, и купить можно за отару овец, это очень важно понимать, молодые народы, поэтому почему вот эта вот деструкция управляющей мужчиной подменила понятие, наш божественный народ, наш божественный народ, Библии переписали, все это переписали, и несут эту хиней, и постоянно уничтожают наших пенсионеров, потому что они достояния, не помнят, как было, как стало, поэтому главная задача следующего этапа, каждые 30-50 лет, либо война, либо уничтожение пенсионеров, психологически, морально, финансово, потому что они помнят, как было, как стало, у них память есть, как жили, как были, кстати, подготовил вам великолепный фильм по поводу советский, что такое пуганный мужик, очень интересный фильм, комедия, великолепный, и хочу обратить внимание, и привести вам пример, как я понимаю, вот в практической мире, любовь, и тогда вы поймете, почему только мы можем вывести человеческую цивилизацию, никто больше не ждите, не прилетят рептилоиды, никто команды не даст, никто вас не поведет, только вы сами, найдя стержень в самом себе, своей семье, в своем роду, объединившись такими же, своими, у которых культура права, кто готов воевать за своих любимых женщин, за любимых женщин, за своих кровных детей, которых признали мужчины, женщины, которые любят мужчин, которые не бегают, алименты, которые проросли любовью в этих мужчин, и дети, они переносят любовь, если нет мужчины, на детей, понимаете, они бегают, там еще семь человек, ищут, сперматозоид, икзеклетка, понимаете, вот это, только мы, вот такие вот могут сегодня выпрямить человеческую цивилизацию, вернуть на 400 лет назад, не потеряв технологии, и дальше развиваться, убрав деструкцию с территории России, не деньги нужны России, мозги нужны России, совесть нужна России, правила четкие, принципы семейные нужны, счастье надо, понимаете, в семье, а не вот это, умрете, терпилово, и так далее, и тогда действительно, это будет царство истины, царство истины, это царство счастья, добрые люди, посмотрите, Гафт, непосредственно, мастер Маргарита, совершенно другой сценарий, 94-го года, и я хочу привести пример вам, чтобы вы понимали, где вот эта вот любовь, и кто готов за любовь, я практик, вы знаете, я практик, и поэтому, конечно, когда человек срывается, когда человек срывается, любящий куда-то, когда уничтожается его любовь, только так, и поэтому вот я рассказывала уже своим подписчикам, был журнал Story, мы иногда ехали в метро, видишь, журнал Story, свой, этот журнал могли читать только люди, особенно первые выпуски, кто действительно увидел очень новую информацию, в этом журнале было несколько статей о том, как управляют любовью, и вот, к сожалению, очень быстро умер главный редактор этой газеты, который стал рассказывать, что было в начале века, когда произошло 17-18 века, как боролись с этими семьями, с этими нудистами, которые голые по Москве ходили, и вот то же самое, что сейчас, ничего нового не придумали вот эти вот сатанисты, то же самое, женщины общие, дети общие, все общее, никто ни за что не отвечает, то же самое было в начале века, и он писал о том, что когда нужно управлять человеком, вы помните, я бросила немец, будешь служить капитан корабля, мы тебе отдадим ее из Советского Союза, но ты будешь стучать на КГБ, до свидания, то есть, когда берут человек, которого ты любишь, и только таким способом, управляя любовью, объектом, которого вы любите, дрожите, вас его отбирают, вас можно заставить что-то сделать, чтобы вы оставили свою любовь, его не трогали, то есть, что вы делаете, вы идете на любые преступления, помните, я вам говорила, почему отец, сын, святой дух, Даниил Гранин, Санкт-Петербург, богатые, ЦК КПСС сидели, у них были апельсины, мандарины, ананасы ели во время ленинградской блокады, и они умирали, они все имели, а люди, которые жили ради кого-то, почему ради кого-то, любовь, я люблю другого человека, или ты любишь другого человека, и для тебя твоя жизнь не столько важна, как благополучие и жизнь этого человека, так вот, муж и жена одна сатана, а человек высший, у которого гармония в этом материальном мире, это мужчина и женщина, только, только, муж и жена одна сатана, женщина, и мужчины и женщины не просто женщины иррациональные, духовные, а мужчины материальные, соединения, Маргарет Тэтчер, человек, это только мужчина и женщина. Поэтому огромное количество людин, Моцарт, где меня обвиняют, прекратите плебсу рассказывать высокие материи, меня обвиняют. Моцарт, вспомните, человек, мужчина и женщина, любовь, гармония, принц ищет любимую, принцессу ищет, равную себе, равную себе. И вот сказка, которую вы будете смотреть «Звездная пыль», мне очень понравилась. Когда физически нужно защищать любовь, он еще не знает, что это любовь, он защищает в материальном мире два царства. А когда нужно его защитить духовно, он говорит «Берись за меня, закрой глаза». Совершенно недавно я смотрела уникальную лекцию по поводу Кореи, и один безмен разорился, и он пишет, что все, подпись поставили, меня все, разорилось, деньги нет. Жена меня встречает на берегу моря, ходит и говорит «Да ладно, не переживай, подумай, что там вместе, упали встали». Жена, жена. Вспомните, когда вы будете смотреть «Валентина Гафта», «Мастера Маргарита», там кто? Один человек, которого, я говорю, человек, который можно назвать всадник, спрашивает. А жена-то есть, и у кого? Обратите внимание, какие потрясающие диалоги. А ведь непосредственно «Мастер Маргарита», кто написал Булгаков, он считал себя сатанистом, и он об этом говорил, не боялся даже Сталина. И только потом, когда его уломали написать пьесу в пользу Сталина, Сталин от него отвернулся и перестал его защищать. Он стал ненужным. Почему? Нельзя придавать религию, нельзя придавать род, нельзя придавать фамилию, нельзя придавать семью, нельзя уезжать в чужую страну. Мы это с вами обсуждали. Нужно делать союзы. Помните, я вам рассказывала, когда мне предложили в Америку ехать читать в академию. Я пришла, а в каком статусе я поеду? Он говорит, вы что, все такие русские? Ну, конечно. То есть он был крайне удивлен, что, оказывается, не все вот такие вот хватаются за иностранцев, скорее-скорее побежали. В каком статусе, дорогие мои? Поэтому, ну, это же не я сказал, это моя семья сказала, я обратилась к кому надо. Поэтому вот очень важно вот эти вещи сохранить, уклады, и тогда вы будете счастливы. Так вот, я хочу вам показать очень сильный контраст любви. И когда нужно управлять человеком, человеком, мужчиной или женщиной, то находят вторую половинку. И вот это разрезание, разрезание мужчины и женщины, разделение, это делают, конечно же, кто? Женщина-сатана. Поэтому Екатерина вторая, Елизавета вторая. Почему? Почему вторая? Потому что первая, не потому что не получилось, нет. Обязательно проходят духовные, духовные посвящения. Я не буду касаться более таких вопросов. Мы это на Домострое обсудим с документами уже, которые есть действительно в библиотеках, которые читают философы. А сейчас я хочу привести вам очень важный пример, что такое любовь и как это происходит. Я бы хочу привести пример как раз-таки из Великой Отечественной войны, когда мы коллективно защищались, а не так, как эти вот непотребство кричит Соловьев, защищайте Родину Отечества, у меня отняли замок в Италии. Давайте, русские мужчины, потому что мои, бросайте своих женщин, бросайте своих любимых. Идите, потому что моя мама, моя жена, лесбиянка или кто там, мой сын. Мы не можем выйти в правовое поле и решить данный вопрос. Вот она, деструкция. Ну вот, пожалуйста. Вот все очень просто, и весь мир это видит, непотребство, понимаете? Всю эту сатанинскую ситуацию, но они же все патриоты России. Поэтому вот очень важно понимать вот эти правовые нормы, юридические, потому что огромное количество блогеров участвуют в дискуссиях, но они настолько для меня малограмотные, понимаете? И они вот слышат звон, но не знают, где он. Поэтому мне очень интересно как практику, если вы что-то рекомендуете, покажите. И вот бывает так, что когда берешь вот этих вот девиц, которые мы батушку Россию обустроим, а ты смотришь, кто там, а она бесхозная женщина, или как по-русски говорят, бесхозная баба, бесхозный мужик. Понимаете, у него своего, ни детей своих по ДНК можно проверить, ни дома своего он не построил, но они нас тут обустраивают, бегают, одиночки вот эти, понимаете? Бесхозные, бесхозяйства. И вот эти бесхозяйства, бесхозные, у которых нет деда, прадеда, чужие фамилии, они пытаются сегодня управлять основной массой, которую они разделили. Они разделили огромное количество человеков. И эти человеки получеловеки. Это нужно понимать. Поэтому если у вас в семье есть пара, держитесь этой парой. Эта пара действительно союз на небесах, где нет бесов. Держитесь, потому что в Советском Союзе, да, у нас не было секса, была любовь. Люди находили друг друга даже в той нищете. Может быть, не такое качество жизни было, но у людей настолько был свободный сосуд, люфт любви, чистоты, что люди находили, они были не всеядные, понимаете? Хотя были и вот эти нечисточки икральные тоже, всякое было. Но когда каждый день едите икру, вы забываете ее вкус. Когда вы едите ее раз, может быть, нечасто, или когда это необходимо. То есть, понимаете, нельзя быть всеядным, нельзя есть заменитель масла. Лучше съешьте маленький натуральный кусочек масла и получите удовольствие, здоровье, чем вы съедите 3 килограмма маргарина. Вот нужно чувствовать эту вот ситуацию. И поэтому, представьте, Великая Отечественная война. И что было? Где эта коллективная безопасность была? Где это была любовь у наших бабушек, дедушек, у наших пап и мам, которые знали, где эта любовь, которые победили вот этот духовный фашизм, которые не добили до конца, которые нам предстоит с вами добить все вместе? Где это? Так вот, я вам хочу рассказать тоже случай практически. У меня случилось несчастье тогда с первым супругом, и мне позвонила мама и сказала, срочно возвращайся, Сереже плохо, только ты можешь его поддержать. И вот, представьте, я смотрю билеты из Москвы в Брянск, а я тогда уже оформляла документы визы за рубеж частные, семейные, и мне нужно ехать. А нет билетов, нет билетов с Москвы на Брянск. Я вижу, что есть только билеты ночные, через электричку, Москва, Орел, Орел, Брянск. Чтобы вы понимали, это реальность. И я не знаю, что делать, со мной никто не поедет. И я со своим хвостом, без макияжей, вот таких вот, как я сейчас сижу, я еду, соответственно, куда? Сначала в Орел ночью, потом в Брянск. То есть нужно выехать. И я понимаю, что если мне позвонили, нужна помощь, то есть я должна быть возле человека, что-то случилось. И вот представьте, я сажусь в электричку в Москве, ночью уже еду на Орел. Потому что кто помнит эти времена, это 91, 92, 93 годы, вот эти. И там в электричках ходили банды тогда, которые просто грабили, что-то делали. Вот представьте, я села, сижу с сумками возле окна, как обычно, спокойно, никого не трогаю, ни с кем не разговариваю. И вдруг заходит банда, ну такая вот, которую там поочистить и так далее. Вот в этот момент я вижу, что приходит банда, а я не реагирую на эту банду. И вдруг ко мне подвигается очень такой взрослый, пожилой мужчина, похожий на моего дедушку Колю. Причем брюки видно, что деревенские, потому что я хорошо видела этих деревенских мужчин. И он в такой тужурке, он подсаживается ко мне ближе и ставит мне на коленке такую кошелку. И говорит, ну как же ты села в этот поезд, как же ты могла сесть, ты же могла сесть только ради любви. Я сижу и молчу. А понимаете, в чем дело? И ты еще молчишь, а я молчу. И он говорит, хорошо, я тоже такой, как ты. Ты видишь, я тоже еду, мне тоже надо. Давай будем держаться вместе, пусть думают, что мы семья. Ты моя внучка, а я твой дед. И вот мы едем, он тоже один, с кошелками, с продуктами. Двое нас, понимаете? А двое уже не отнимешь, не вытащишь, не скажешь. Я вас знаю, выходи, ты мне должен. А тогда были случаи какие, вот в 90-е. Вспомните, подходили к одному человеку, который что-то везет. И вытаскивали, говорили, а мы тебя узнали. Он кричит, я вас не знаю, не ври, мы тебя знаем. Вот вытаскивали, убивали и грабили. Вспомните после войны случай. Людей убивали за пальто, за шапки. Вот в 90-е годы мы тоже это пережили. Мы же выжили. Вот мы с ним едем вдвоем. Он мне рассказал все о своей семье, где он живет и так далее. Но что он мне самое главное рассказал, и почему он мне сказал, я такой же, как ты. А что такое ты? Что такое свой? Он рожден в любви и в доброте. А в какой любви он рожден? Знаете, я вот долго думала, какой вам пример привести. И вот тут вспомнила и думаю, боже мой, я же это знала и не рассказала своим детям. Я сейчас вам расскажу всем этот случай. Потому что он меня поразил до глубины души. И тогда, будучи совсем молодой, мне было 20 лет, у меня не было еще детей, я только вышла замуж, вот эти вот бои начались, непонятные 90-е годы. И он меня поразил до глубины души, показав, что такое отец, сын и святой дух. И почему наши предки победили. Не только потому, что воевали было орудие, нет. Потому что действительно ради любви человек готов отдать жизнь. Ему жизнь без любимых не нужна. И вот смотрите, что он мне рассказал. Его папа был директором совхоза. И когда пришли немцы, не всех успели в свое время убрать, то есть вывести на территорию внутрь России. Немцы очень быстро наступали. И поэтому, если вот, допустим, общины Брянская, Белорусская, Украинская, где памятник трем сестрицам стоит, там вот мой личный дедушка прятал молодежь, успел вывозить за реку, куда танки не могли приехать. И там оттуда вот как раз-таки моя бабушка, мама родилась. Это Гомель недалеко. Это закрытая территория Брянщина. Это страшные-страшные, такие мощные леса. Молодежь прятали туда, не успели, отрезали, отрезали, наступали быстро очень. И Сталин потом разбирался, кстати, после войны, почему так произошло. Ведь была защита, стояла. И произошло следующее. То есть захватили город моментально. То есть не смогли, не успели отойти и вывести население. Это юг России. Где-то юг России. И вот он рассказывает, что его отца сдали. Он директор совхоза, колхоза. Ну, то есть занимал очень сильную такую политическую какую-то должность. И никто не знал, обычно всегда, когда возникают союзы или роды, то не всегда рассказывают любовь. Вот понимаете, мы видим с вами глянцевые журналы. Мы видим, как свадьбы, какие они все такие красивые. Прямо показывают, мы вот, я вот вышла замуж. Потому что муж и жена, одна сатана. А когда совершаются у нас союзы, у правеславь, то женщины самые мощные, самые сильные их не показывают. Вот мы не знаем жену Собчака. Вы не знаете жену Сергея Капицы. Ее они же нигде не показывают. А вспомните, я вам привела пример Биз Рузвельта. Когда жена говорит, вот он дворник. А он говорит, видишь, ты бы вышла замуж за дворника. Она говорит, нет. Если бы я вышла за него, он бы занимал твой пост. Жена Рузвельта, жена Черчилля. Посмотрите, это же потрясающе. То есть женщина, женщина-крылья в соответствии духовного и материального. Поэтому мы сегодня видим в России вот этих сатанистов, которые понабрали кучу-кучу материального, удержать они его не могут. Им нужна дополнительная духовная составляющая. И они дешевые. Понимаете, они дешевые. И они не удержат эти материальные активы. Они не имеют вечности. Они временщики. Они умирают и не возвращаются. Поэтому, чтобы удержать эти активы, им нужно продлевать свою жизнь с помощью ритуальных обрядов и так далее. Это очень просто. Это называется магией. Но это легко все это понять, если вы обладаете сортингом. И понимаете, как это распределять. Нужно просто быть более образованным. Лучше знать. Знать кабернетику. Знать, что такое не астрология, а астрономия. Знать, как работает космическая ракета. То есть нужно просто больше знать. И чем древнее ваш род, больше у него профессий, тем вот этот святой дух больше знает. И является безопасностью вашей семьи. Поэтому, когда раньше роды, не семьи, роды объединялись, то вот эту девочку, святой дух, как Людмилу Путину, ее не показывали. Она была закрыта. И вот представьте, он родовые союзы. И вот пришли эти немцы. Вот этот представитель колхоза, он был правильно. Почему? Мужчина пуганный. Кто пуганный мужик? Мы с вами поговорим. Сватов боится пуганый. Мужик, который организует сватов, сам боится своих сватов. Пуганный мужик. Мы поговорим. Почему? Вот. И фильм я вам потрясающий дам. Так вот, у него была такая, любимая его, любимая Людмила, Людям милая, любимая была у него. Понимаете? Ее никто не видит. Ее никто не знает. А ей не надо. Вот я за председателем колхоза с замужем там. Ей не надо ничего. Она находится в роду, в семье. Эти союзы не из-за денег. Что ты мне можешь дать, дорогой? А самое ценное. Это сын. Либо святой дух. В зависимости от встыковки родов. Эти родословные, они все ведутся. Все контролируются. Это самое дорогое в этом мире. Запомните. Родословные. А сегодня не по ДНК. А раньше можно было подменить. Там сына царя. А сегодня во. Понимаете? И раньше можно было родить деструкцию и поменять. А сегодня во. Все. Закрылась лавочка для сатанистов в этом мире. И вот, что сделали немцы? И даже не немцы, а те, кто ждал немцев. Вы слышите меня? Что они стали делать? Они даже не знали. Те, кто ждали немцев, кто стали работать в полицаях. Что они сделали? Они сказали, у него был союз. У них что-то было здесь. То есть это человек не общинный. Это человек дворянин. У него союз. Это Советский Союз. Понимаете? Как сохраняли дворяне вот эту кровь чистоты. Нужно найти ее. Если мы найдем ее, мы начнем ее мучить и стязать. И он все расскажет. Какие партизанские отряды, где и чего. Еще работать у нас будет. И они начали искать ее. И понимаете, что они сделали? Как же ее найдешь в поселке-то? Ну, остались там, кто не успел уехать. И они что сделали? Они собрали все население. Они собрали все население поселка. Все население деревень. Это мне рассказывал сам этот дедушка. Который сказал, я буду твоим дедушкой, а ты будешь моей внучкой. Будем ехать вместе с мешками. И чтобы услышать, это очень важно, чтобы он сдался, они начали физически его мучить. Как? Собрав весь поселок, ряд деревен, они пригнали только женщин детородного возраста, молодых. От 16-ти и старух других не брали. И поставили, взяли бочку. Бочку пробили вот такими гвоздями. В бочке гвозди. И его, раздев догола, опустили в эту бочку и закрыли. И они думали, что когда его будут катить, а сзади будут идти эти женщины, то он будет кричать. И та, которую он любит, заголосит. И они повезли эту бочку к речке. Повезли. А он не сдавал ни одного звука. А ему было, вдумайте, не больно, очень больно. Вы понимаете, что люди, имеющие духовную основу, готовы отдать жизнь за свою любовь, он не сказал слова. Слово не сказал. Он смог побороть себе, имея колоссальные духовные качества, все ли это могут пойти, ради любви. Он смог побороть себе физическую боль. Физическую боль, чтобы не крикнуть и не отдать свою любовь, не сдать ее. Потому что он понимал, если он закричит, она не выдержит слова. Ему больно. Понимаете, больно. Она не сможет, потому что мужчина и женщина – это иррациональные. Иррациональные. И она, эта связь, его женщина, его любовь – это связь с душными силами. Она обеспечивает мужчине все, что он имеет в этой мире. Помните, я вам рассказывала, когда моя бабушка плакала, мой дедушка умер, она говорила, как же ты мог? Смерть и любовь рядом. Я тебя от смерти спасла с 40 по 46. Как же ты пришел в мирное время, как же ты мог меня бросить и одну оставить с двумя детьми? И все, любовь переносится на его детей. Любовь переносится. Понимаете? Его докатили до обрыва, он не сказал ничего и сбросили. Она молчала. А в это время под своим сердцем она носила вот этого дедушку в любви и доброте. Он не закричал, он не сделал ей больно, он не тронул ее душу словом. Слово. Вы понимаете, что такое слово человеческое? Он родился, он вырос, тоже стал представителем колхоза. Ему эту историю рассказали чужие люди и сказали, как же мама твоя любила твоего отца, что она промолчала, а он не закричал. Он не закричал. И вот он, этот дедушка, сел возле меня. Я приехала в Брянск, на меня это оказало колоссальное влияние. То есть, понимаете, она не могла его спасти, а он не закричал. Он погиб ради любви, чтобы ее не отдать. И вот этот журнал «Стория», мы едем, смотрим в электричках журнал «Стория», как управляют любимыми. Найди, кого ты любишь, это духовная составляющая, а не это, я стою столько-то денег. Женщины дорогие и женщины дешевые, с большими капиталами, которые забирают у мужчин. А теперь смотрите, союзы, трасты, вам же рассказывают, трасты на роды. Женщины не подписывают заявление. Никогда. Если заключаются союзы, заключаются трасты, то мужчины дают слово высших королей. Елизавета II, Екатерина II. Именно так. Поэтому посмотрите, завещание гравит, а я вам давала лекцию. Посмотрите, откройте, почему гравит им. Посмотри, 80% земли, земли, посмотрите в мире. Это же не просто, это документы, которые оспаривают. А я считаю, что это не документы. Я считаю, это правильно, чтобы человеческая цивилизация не погибла. Нужно больше, чтобы было немножко светлых, но они будут играть. Потому что да, есть такой вариант, как гнойник вырос, и он ампутируется, дальше рассвет. Это будет продолжаться веками. Вопрос только, где ваша семья, где ваша семья будет. Как вы будете развиваться, как будете вести свои родословные, услышите ли вы меня, поймете ли вы меня. В этой мере настолько все просто, гениально, красиво, достойно, гармонично. И поэтому нет противоречия между иррациональным и рациональным. Поэтому если у вас внутри любовь и вырождены любовью, если в вашей душе вы не представляете действительно царство истины, и вы ничего не боитесь, вы знаете, что вы уйдете и вернетесь. Понимаете? А они не вернутся. Они не вернутся. Потому что у них нет входа в это царство. Вот эти три ведьмы. Моцарт, волшебная флейта, три ведьмы за сына короля. Почему? Собрались три ведьмы. Сегодня в России тоже три ведьмы. Взяли там дядьку одного и идут. Царство светлое. И вот как раз звездная пыль очень хорошо показывает. Царство вот это, царство вот это. Их нельзя пересекать. И середина. Но ведь на земле мало суши, больше воды. И каждый должен управлять всем. Но ведь когда счастье? Когда расцвет человеческой цивилизации? Когда все находятся в едином. О чем и говорил, в общем-то, Гафт, посмотрите, мастер Маргарита. Кого распяли. Ведь отпустили преступника-убийцу. Но не отпустили того, кто говорил о том, что власти не надо человеку вместе. Понимаете? Божье царство на земле будет. Власть, чего боится Греф. Власть не отдать. И поэтому вот эту паутину понасыпали, понарисовали, молятся в лесу, колесо непонятно кому. Такие простые истины ваши родословные. Бессмертие. Сердце. Сердце любимое дает бессмертие. Мистер Икс. Где это сердце, что полюбит меня? Поэтому богатейшие люди мира ищут любовь. И они уходят. Вспомните, я вам говорила, сенатора, я все имела красивых женщин. Я имел все, но я не имела любовь. Он нашел эту любовь, но когда его любовь узнала, какое он совершил страшное, ритуальное, злое, лживое преступление, она сделала аборт, ушла от него. И он всю жизнь жалел, что он не испытал истинной любви. А что такое истинная любовь? Это проникновение в кровь. Кровь, кровь твоя, кровь рождается через кровь чего? Через кровь любви. Это твой сын или святой дух. И вот за этими святыми женщинами, святой дух в образе женщины, гадкинятся сатанистки. Почему? Потому что они являются эгрегором туда. И вот эти страшные обряды, которые говорят, замуровали. Замуровали душу, чтобы она не вышла, не сказала, что с ней произошло. Поэтому Черномор, Людмила. Поэтому да, мы ищем Людмилу Путину, и будем ее искать, и найдем мы все, и правду мы получим. Хотят они, не хотят. Есть духовные перепития, понимаете? И об этом все говорят. Поэтому очень важно знать. И богатейшие люди мира порой уходят, уходят, не встретившись. И поэтому мне кажется, что прошло сейчас 400 лет, и какие-то две души договорились где-то, и все знали, и они должны сейчас встретиться. И вот эту деструкцию, которую увидели все в трусах-майках, как говорят, какашки сатаны, их должны точно убрать на них, он уже прорвал. Их нужно только убрать, смахнуть с территории России. И вот это должно быть. Но мы-то, кто хочет жить, развиваться, у кого, кто рожден любовью, кто плодит доброту, понимаете, у кого сердце в любви, кто знает принципы и правила, мы должны сейчас пройти информационный, страшный, вот эту вот бурю, которую они запустят на Россию, чтобы смахнуть всех, кого можно, и с собой утянуть туда, в царство тьмы. Так и будет. Они утянут. Но кого они утянут? Те, кто не понимает реальность, те, кто имеет иллюзии, кто не понимает, что нет КГБ, ЦРУ, противостояния, что лучших забирают в выслужение лжи, чтобы манипулировать чем? Информацией. Самое дорогое в мире, что сегодня? Информация достоверная, полная и своевременная. Слово, слово, самое главное. Вот о чем слово Бог, молитву, куда вы направляете. Направите свои молитвы на мертвых, неизвестных, образ, за который вам призывают. Ну и все, до свидания. А направите на своих предков, что вы родились сегодня, поблагодарите. А кто жизнь отдал свою, с 41 по 45, чтобы вы родились сегодня. И поэтому сегодня в России родились самые мощные корни, у кого семья традиционная, кто не попал под эти катки. Самые мощные, и именно они возглавят, именно они божественные, именно они культурные растения, которые сохранили в себе совесть, честь, достоинство, мораль, нравственность. Именно они не молчат и говорят, до свидания, еврейское царство. Нас не устраивают девицы-содержанки, нас не устраивает ваше царство, у нас будет свое. Мы хозяйки, мы хозяева, у нас все свое. До свидания, имитаторы. Любви. И поэтому, конечно же, секс это не любовь. И любовь купить нельзя. И поэтому в сказке, посмотрите, очень красивая сказка, «Звездная пыль вам очередь». Посмотрите, она имеет колоссальную смысловую нагрузку. Не думайте, что она снимает в Голливуде просто так. Нет сегодня уже фильмов в Голливуд, Россия. Огромное количество, вы видели, я в программе «Домострой» первой части дала вам непосредственно Испанию. Когда матери говорят, что? Твоя дочь. Твоя дочь, король говорит. Твой сын или ваш сын, ваша дочь. Посмотрите, ничего не поменялось. Поверьте мне, ничего не поменялось. Техника безопасности, как правильно жить на этой планете Земля, они были, есть и будут. Но безусловно, через жалко именно к русским мужчинам, потому что они очень добрые, влезло вот это вот зло, и которое отбило им память, как правильно жить. С 17-го года они потеряли кодекс офицеров. И они теперь не знают, на ком жениться, соответственно, кто мать моих детей. Мать моих детей, самый высший статус в мире. А кого содержать? И содержанки сегодня орут. Санкции, Россия, помогите. А рабы, рожденные рабы, не могут защитить этих женщин и свои хозяйства, и свои активы, потому что нет духовного формата. И последнее, что я хочу сказать сегодня, дорогие друзья, поэт в России больше, чем поэт. Я хочу закончить свой такой небольшой спич. Тем более время уже, я вижу, вы, может быть, устали от меня. Я вас искренне приглашаю на обязательные передачи, которые мы делаем, и лекции «Домострой». Он уникален, поверьте. Вы узнаете очень много, и вам станет легко жить. Все будет понятно, вы будете видеть критерии. Определитесь, кто свой-чужой. Огромное количество у нас сегодня семей и родов, которые натыканы Ломихусской. Мне просто повезло. Я просто правильно выстроила семейный союз. Я бы сказала так, семейный союз. Поэтому, когда Ломихусские решили, что я стена и подвинусь, оказалось, что я не стена. Я в системе, где Ломихусок нет. Понимаете? Это очень дорогого стоит. И в мою защиту были, конечно же, не только родовые ветки и фамилии. Поэтому, когда человек говорит, поменяйте фамилию, она у вас не звучит. А может быть, у меня фамилия капитализированная была? Капитан Беслабуков. Вы понимаете, какая вещь? Вот совершенно недавно, я сейчас закончу свою спич, я ехала в метро, я всем рассказываю, мне было смешно. Капитан ВМФ едет, он поднимается наверх, я еду вниз. Он кричит, Веслабукова, я кричу, Веслабукова, в следующей жизни встречаюсь с тобой. Говорю, если найдешь. Разбежались. Понимаете, как интересно, когда есть люди, которые понимают, о чем я сейчас говорю. Поэтому я искренне хочу, чтобы вы смотрели вверх, где звезды, оттуда, где складываются вот эти вот приходы сюда. И я вам сейчас прочитаю поэт больше, чем поэт стихотворения, потому что действительно поэт больше, чем поэт. И я искренне хочу, дорогие мои, чтобы вы почувствовали, почувствовали вот эту истину и пришли к ней. Поэтому реструктуризацию нужно начинать с себя, своей семьи. Никто ничего не построит, ни Платошкина, ни Медведева, ни Единая Россия, никто. Начинайте с себя, объединяйтесь с равными, строим державу, очищаем территорию, и дальше постепенно вычищаем все системы, включая искусственные. Искусственные системы очень легко поменять, но базовые системы, ключевые, за что вы готовы жизнь отдать? Они должны быть одинаковые у нас у всех. Тогда мы предвидим коллективно, потому что земля, община, наследство, это только коллективная собственность. И никто никогда не сможет ее изменить. Поэтому как бы они ходили с транспарантами, дайте нам собственность Европе, как бы они в России не писали, все, Путин подписал, Путин сдался, Владимир Владимирович, там Соловьев заявил, который про холодильник рассказывал, и землю передал кому-то там. Дружок ты мой, договор Светлане Леонидовне на стол, дай где там Путин что подписал, и я посмотрю. Вы знаете, что я единственная женщина в России, которая забрала подпись у своего супруга. Вы знаете, я забрала подпись, потому что я очень опасалась, что он не то подпишет, ну, я же юрист в семье, который учился, вот, а он технолог, который вот, материальные форматы на 8 миллиардов. И вы не представляете, мы пришли с ним подписывать документы, и нотариус в Москве вышел и сказал, вы знаете, это первый случай, чтобы молодая женщина отдавала все, все документы, все активы супругу, который старше, у вас справка с ПНД есть, вы в порядке, потому что обычно женщины приходят, и мужчины им дарят акции, машины там, переоформляют, еще что-то. Мужчины платят, все оформляют на женщину, они не работают, подтвердить свой интеллектуальный ресурс не могут, то есть они все становятся очень богатыми там, и вот эти критерии, они очень видны, говорят, у вас есть справка? Говорят, подождите, он пошел проверять справку, не сумасшедший ли я, то есть он не ожидал, что в России женщины, которые, чтобы спокойствие получить в своей семье, иногда забирают подпись мужчин, поэтому в родах и семьях женщины, Екатерина вторая, Елизавета вторая, не подписывают документы, им ничего не надо, у них все есть, их задача контролировать, вот этот баланс, потянешь 8 миллиардов, ну давай, потянешь больше, да, одни строят квартиру, дом, дачу, район, город, а кто-то, да, дорогие друзья, континенты, и сегодня время пришло русскому народу, его лидерам, выстроить порядок и закон, и вернуть себе те принципы, правила, и ту империю восстановить, которую когда-то захватила эта ложь, но тогда не было технологий, понимаете, проверить, а кто это тогда забрал, понимаете, и обманул на слово короля и убил его подданных, а он, чтобы не убили его подданных, отдал им земли, я рассказывала в докладе, болей, полезли вверх, дискредитируя королеву, на суд не пришли, и только когда королева умерла, они сделали региозную реформу, и духовники не смогли удержать позицию королей, а ведь это они должны определять состояние духовности, или мы говорим еще жрецы, это же не просто слово жрецы, они были, есть и будут, но вам это не покажут, и магия делает как черные, так и белые, вопрос достойности этой информации, информацию человека может сделать лучше, знания тем более успокоить, но практика критерий истины, и дорогие друзья, я хочу зачитать вам стихотворение, которое написал потрясающий человек, он не был поэтом, таковым, я просто очень хочу, чтобы вы полезли в интернет, вы знаете кусочки этого стихотворения, его читали в великолепном фильме, где играл Мягков Андрей, посмотрите, советский период, вы оттуда узнали это стихотворение, но оно с 20-х годов, и это стихотворение возникло после того, как одного настоящего мужчину, у которого был человек в семье, где женщина была иррациональна, а он рациональна, и они были человеками, где она спасала его и помогала, как моя бабушка, вырывала его из рук, благодаря любви, она всегда, любовь, это такая сила, она всегда побеждает смерть, вырывала, удерживала, человек, только здесь может быть вечный, через любимое сердце, объединяя и прорастая, он написал стихотворение. Найдите его фамилию, это не Ахматово стихотворение, ее очень многие приписывают, и вы это стихотворение знаете, с любимыми не расставайтесь. Но я хочу зачитать только те куплеты, или те абзацы, которые, может быть, вы не слышали, их не давали в силу ряда религиозных убеждений уже Советского Союза, где женщина должна руководить мужчиной, а не мужчина, а женщина. У боица жена замужа своего, она с ним, он ее защищает, он ее не показывает никому, не надо эти картинки, где мы женимся, и так далее. А она является святым духом, она является благополучием, она является чашей семейной. Это очень важно понимать, потому что лестницу метут сверху, и метет ее женщина, а не мужчина. Итак, я зачитаю три абзаца, и мы закончим. Да? Да, да, да. Итак, дорогие друзья, я очень хочу, чтобы вы услышали фразы, я очень хочу, чтобы вы слушали подтекст, и поэтому, в связи с тем, что меня обвиняют в том, что я читаю плебсу, это неправда. Наш народ не плебс, наш народ божественный, независимо от того, сколько вам возраста, какая у вас национальность, независимо, где вы живете, мы божественные. И вот этот поэт, который написал стихотворение в начале 20-го века, 1920-е годы, посмотрите, он садился на поезд, он не мог уехать, его не отпускала жена. Я об этом рассказывала в мировидении, техника защиты семьи. Его жена не отпускала, она не могла ему сказать, я увидела сон, она просто его не отпускала, и сделала так, чтобы он не уехал. Вот просто в материальном мире не поедешь, не поедешь, и все, все, плохо, вызываем скорую, как угодно. Это иррационально. Она чувствует, она чувствует сердцем, и она спасает свою любовь, человека своего, они вместе, они проросли, они любовь, они вечность вместе. Понимаете, у них брат на небесах, где не было бесов, они пришли сюда, они счастливы, этот человек счастлив здесь, у них здесь жизнь. Хотя 20-е веки, искусственные государства, расстрелы идут, и так далее, а не вот человек. И она его не пустила на поезд, и поезд на следующий день разбился. И вот он, увидев эту ситуацию, он написал стихотворение. То есть он понял, что его жена его спасла. Он ее вовремя услышал, как важно мужчина и женщина быть вместе, как важно найти вот эту вот половинку, это же не просто половинка, это человек, мужчина и женщина, которые духовно, понимаете, духовно вместе, а не чакрами нижними обнаружили себя, муж и жена, одна сатана, которые охотятся, понимаете, за вот этой вечностью, за сердцем. И поэтому, дорогие мои, я хочу прочитать это стихотворение, так как я его вижу, сделать акценты, я хочу прочитать его именно как Моцарт, потому что, когда Моцарт писал свою флейту, волшебную флейту, в этот момент к нему пришел человек один, он не знал кто. И чтобы особо не радовался, потому что очень хотелось большой радости окупить театр, который, кстати, финансово был закредитован, друг Моцарта, и он должен был заплатить деньги, если пройдет удачно эта волшебная флейта, то его друг убирал свои долги и становился свободным человеком, его театром. И тут же к нему пришел другой человек, скажите, что это не дьявол, и сказал, напишите другую пьесу, и заплатил сразу. Так вот, кто это был? Он заказал ему рекви, выслышали волшебную флейту, где добро побеждает зло, где естественное право начинает царить, и сказка заканчивается пиром. Но здесь же одновременно Моцарт писал и рекви. Рекви, его душа чувствовала эти струны, потому что он был необычный человек, он называли же масонами, рациональность. То есть есть такие, я бы сказала, что Моцарт, мне кажется, иногда жрец был, понимаете? А жрецы же бывают разные. Понимаете? Они же, именно жрецы, сохраняют события и принципы правила правильной жизни человеческой цивилизации на момент тот, который был, и события происходили в языках любви. А их нужно познать, а чтобы их познать и отразить в культуре человеческой цивилизации, для этого нужно уметь это делать. Не каждый красиво рисует, не каждый может написать симфонию, не каждый может, но у вас, у всех дома должны быть те, как Святой Дух, разбираться в этом. А это знание, это рост, это управление собой, это управление в себе зверя, чтобы не побудить его, не развить, либо уничтожить его к концу жизни, чтобы у вас было только царствие там, которое светит здесь, освещает все добротой и любовью. Тогда вы будете рождать любовь, тогда вы будете интересны высшим силам, тогда вы будете в бессмертии, вы не будете бояться смерти, хотя мы все знаем, что смерть придет, но один после смерти пойдет туда, где бессмертие, а другой после смерти пойдет туда, где уже он сюда не вернется никогда и никогда не получит то, что здесь, как чистилище души на земле. Поэтому я хочу прочитать данное стихотворение, дорогие мои, именно под Моцарта, и мы на этом закончим. Я попрошу тогда отключить, и вопросы, если будут, мы будем тогда разбирать уже в следующий раз на прямой трансляции. Итак, дорогие друзья, я хочу включить Моцарта, ту симфонию, которая потрясающая, это реквием, и прочитать вам в Несон с реквием вот эту музыку. Почему? Потому что он остался жив, его супруга, устроив скандал, не пустила на этот поезд, он разбился, погибло огромное количество людей, и он в состоянии шока, рационалист, как Моцарт, решил написать это стихотворение нам. Это не Анна Ахматова, это мужчина, который понял смысл жизни и понял, что он пойдет в вечность, потому что он получил сердце любимым, он получил любовь, то, что не дано даже королям порой, царям не дано. Ну, если уж как Николай II, Александр III, они находят любовь, тогда и народ расцветает, когда народ идет. Не забывайте, что все реформы, которые проводил Сталин, они были заложены Николаем II. Итак, дорогие мои, я включаю сейчас реквин, и я хочу, чтобы вы меня услышали, потому что, мне кажется, именно с этой музыкой в унисон, вы знаете, пройти мимо смерти мужчина не может, я уверена. Пройти мимо смерти мужчина может только в том случае, если его сердце в унисон работает с любовью. И вот эти люди, побеждая смерть, побеждают любую трагедию, любую войну, и поэтому мы обречены не на смерть, мы обречены на победы, мы обречены быть победителями, мы обречены управлять русской цивилизацией миром, мы божественный народ, они неудейские, они все переписали, они все испортили, но они никогда не поймут этих правил, потому что у них нет души, и они не понимают принцип, как это происходит, и рационального, и рационального. Поэтому Россия превратилась с 1917 года в официальную страну капиталистического формы, которая просто продуцировала, когда книг выросла в 1991 году, сатанизма, все это понимают. Поэтому, помните, немцы сбрасывали листовки в 1941 году и кричали «Русские, мы вас не тронем, отдайте красную уже давнюю!» И многие сейчас, видя социализм, коммунизм, сатанизм, либерализм, империализм, понимаете, не понимают, что такое ЗН. «Революция!» «Революция!» Посмотрите, какие интересные фразы. Итак, я включаю реквей Моцарта, чтобы чувствовать, как этот мужчина прошел через смерть, его любимая вывела его, не сказав ему, что она знает, слышит, понимает. Женщины не всегда такие, как Святой Дух, выводят. А представьте, когда возникают климатически мощные вещи, и природа-матушка сбрасывает лишнее количество паразитов. Вот только те, кто слышит ее, живут душой и имеют колоссальные эгрегор привязки через женщину, только те народы, семьи, роды окажутся в тот момент на той территории и правильно себя поведут, чтобы остаться в вечности. а остальные их смахнут, не станут удобрением. Это огромное количество тех цивилизаций, которые не слышали матушку-природу и не слышали тех, кто их спасает, которые являются бессмертными. Поэтому да, эти царства зла, царства света и людины, которые определяются, кто к концу жизни они будут, наверное, это резкий такой посыл. Итак, я начинаю, дорогие друзья, и я надеюсь, прошу, не мешать. Слышно? Слышно? Это реквим, Моцарт. Куплет, буквально несколько фраз, которые вы не слышали. Это стихотворение «С любимым не расставайтесь». Как больно, милая, как странно, сроднясь земле, сплетясь ветвями, как больно, милая, как странно, раздваиваться под пилою одна, одна любовь на двоих, раздваиваться под пилою, не зарастет на сердце рана, прольется чистыми слезами, не зарастет на сердце рана, прольется пламенной смолой. Пока жива, пока жива, с тобой я буду, душа и кровь неразделимы, пока жива, с тобой я буду, любовь и смерть всегда вдвоем, любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой повсюду, ты понесешь с собой, любимый, ты понесешь с собой повсюду родную землю, милый дом, родную землю, милый дом. Но если мне укрыться нечем от жалости, от жалости неисцелимой, но если мне укрыться нечем от холода и темноты, не забывай меня, любимый, за расставанием будет встреча, вернемся оба, я и ты. Но если я безвестность, камень, короткий свет, луча дневного, но если я безвестна, за звездный пояс в млечный дым, я за тебя молиться буду, чтоб не забыл пути земного, я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз только навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на них это написал мужчина не ахматова где эта кровь прорастать где где это любовь где она где-то доброта это наши с вами дети поэтому не могла людмила путина не могла не могла то что они пишут и даже ее оппоненты и даже те кто забрали любовь у него и у него даже они пишут о том что она сильная духом посмотрите посмотрите как жестоко как жестоко заморозить замуровывать живые души как жестоко ведь понимаете что нам предстоит нам придется вскрыть эти кладбища живых душ которых не отпускают туда и они вернутся они вернутся ну вот так дорогие друзья то что им хотел сказать нам предстоит уникальное уникальное действие и либо любовь либо смерть и решает сегодня этот выбор русский божественный древний добрый честный справедливый народ который рождался и жил здесь царстве истины в любви и любовь является тем что толкает человеческую цивилизацию выше выше и выше и выше туда где ее ждут давно но кто-то не хочет толкаться и есть маленькие дети которых приходится иногда отнимать конфеты отнимать телефоны иногда рождаются выродки которых да приходится убирать чтобы они уничтожили человеческую цивилизацию каннибалы которые начинают есть своих поэтому дорогие мои я желаю вам счастья я желаю вам любить и быть любимыми я желаю вам даже если вы потеряли как екатерина вторая елизавета вторая свою первую любовь все равно любить потому что меняемся иногда кусочками наших сердечек и когда мой первый супруг пришел сказал отдай сердце я сказала нет мы с тобой обменялись на равных держись прорвемся так что ламихузы кто готов к поручику ржевского имеете ввиду не одна семья а две семьи будут выбирать вас по качеству достойны ли вы нашего поручика так что дорогие друзья всех благ вам обязательно посмотрите те фильмы которые рекомендовала просмотру я очень хочу чтобы вы как и я я же практик понимаете я же не теоретик я практик если вы примените ту информацию которую я вам дала и очиститесь через любовь через доброту слезами счастья и понимания то я вас жду на вторую же программу первое домострой мы прошли и вы понимаете что глядят ближе ближайшее время по тем фильме материал который мне присылали ну а теперь дорогие друзья домострой 2 мы будем изучать как с вами жили наши предки которых культура сохранил советском союзе потрясающие фильмы которые были запрещены семьдесят восьмого года потому что написано ступали ламихуски вот эти потрясающие фильмы вы будете видеть великолепных актеров вы будете так смеяться как я когда подбираю вам материалы на 5 утра начинаю здесь меняться боясь соседей напугать то что я смотрю все материалы которые вам рекомендую это очень важно для меня видеть чтобы смысловая нагрузка была одинаковая и вы сможете смотреть эти фильмы уже скоро вместе со своими детьми но самое главное вы скоро узнаете также лекция будет потрясающим домострой кто такой пуганый мужик такого точно не знали есть всякое но пуганный мужик на руси это что-то даже я этого не знала почему потому что мне стало очень интересно это архаизмы наших родителей которые пытались любыми правдами и неправдами сохранить для нас с вами этот уклад уклад семей где они были счастливы родили нас счастливы родили нас добрыми и мы должны научиться с вами самое главное определять свой и чужой беда тому кто не найдет это не поймет это и не останется со своими убрав из своих семей общение всего не своих и не надо бороться не надо воевать не надо митинг не надо ничего нужно самое главное понять свои это свои слово сказал сделал слово купца идеология принципы понятия и инородцы юридические где нации где нет народов и где нет матери но есть сатана всех благ дорогие друзья всего вам хорошего жду от вас новых тем которые вам будут интересны посмотрите пожалуйста троица нам заблокировали канал к сожалению народный лидер именно из-за этого видео который вы дали потому что считают что русскому народу говорить правду внутри россии высокие матери а мусорте нельзя потому что я и вы мы все плебс но вы знаете я думаю что богатые люди и бедные люди это одна позиция а есть дорогие люди и дешевые люди и мы с вами я уверен и не сомневаюсь что мы с вами дорогие люди и мы не отдадим свою а чужой нам дар мне надо всех благ мне надо всех благ